Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, Алексей! Спасибо огромное, что представили меня так замечательно! Привет, друзья! Меня зовут Лёля. И я очень, во-первых, рада вас видеть. Я не помню, сколько прошло после времени с крайнего нашего выступления, с крайней нашей встречи. Я очень заскучилась. Я, конечно же, приготовила вам необычные подарки, скажем так. Добрый вечер все в чате. Я хочу сейчас, давайте мы с вами протестируем, точнее, не протестируем, а я хочу видеть, видите ли вы меня. Поставьте, пожалуйста, что там, девяточки. Давайте девяточки в чате, да? Видно ли меня, слышно ли меня? Ну, и мы, в общем-то, будем дальше продолжить. А для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Лёля Раевская. Я из города Ростова-на-Дону. Здесь у меня замечательная студия, где работают потрясающие талантливые мастера. Вы с ними знакомы. О, девяточки пошли! Привет, Леночка! Ой, закрытый клуб пошел! Замечательно! Спасибо огромное! Всех вижу. По всем скучала, уезжала. Не могла, к сожалению, выйти на связь в закрытом клубе. Ну, я думаю, что в ближайшие дни это случится. Так вот, у нас здесь студия, у нас здесь мастера. Нас много, мы в тельняшках. Стараемся радовать вас перед Новым годом какими-то новыми идеями, новыми работами. Вот. Сегодня я для вас приготовила, ну, такой, знаете, наверное, необычный, необычный мастер-класс. Он будет посвящен... Женя, привет, Шарик! Он будет посвящен некоему безумству, безумству в интерьере. Что это такое? Давайте я вам коротко-кородко расскажу, как мы будем с вами сегодня двигаться, да, и, в общем-то, можно... будем начинать. Будем мы двигаться следующим образом. Мы будем с вами одновременно делать заготовочку, да, нашу в этом стиле. И я буду одновременно с тем, как я буду делать, рассказывать про этот стиль. То есть мы будем постепенно, чтобы мы сейчас не тратили много времени на презентацию, а работа, в общем-то, стоит. Делать мы с вами будем вот такую вот заготовочку. Я приготовила предварительный вариант, что это будет. Но у нас будет совсем другой. Мы любим так делать, когда у нас такое, а будем делать совсем другое. Здесь у меня новогодняя тематика, всё-таки у нас Новый год, да, приближается. Здесь вот так. Ну, чтобы вы понимали, что это что-то непонятное. Я объясню, почему здесь так. И, в принципе, почему вот так. То есть барочные ножки на каких-то непонятных звёздочках. Здесь вообще минимализм, здесь какой-то детский рисунок, здесь барокко, здесь пинап, тут вот непонятные цвета. Но здесь всё-таки я ещё старалась, знаете, как сочетать как-то всё-таки, да. То, что мы будем делать сегодня, это, ну, совершенно изрядно вон выходящие. Значит, в чём заключается суть этого стиля? Суть стиля в крике, в безумстве и безвкусии. Несколько слов про стиль я потом расскажу, чтобы вы понимали, к чему я веду и что это вообще такое, зачем это кому-то было когда-то нужно. В общем-то, стиль родился посредством того, что люди стали перенасыщать свои интерьеры, дабы как-то выделиться из общей толпы, да. Стали покупать много очень всякого шипотреба. Была мода на какие-то дорогие дизайнерские штуки. Они начали всё это заставлять, свой интерьер этими дизайнерскими штуками, не глядя на то, сочетается это или нет. Вот. Я прошу прощения, я немного сорвала голос, позавчера выступала, и, в общем-то, ну, немножко буду хрипеть. Так вот, заставляли свой интерьер какими-то супер-мега дорогими вещами, дабы выделиться как-то из толпы. Или наоборот, например, бедность угнетала людей, и в этом, как бы, ну, представьте себе, обстановка бедности, люди хотели как-то вот, ну, тоже, опять же, выделиться, да, и, соответственно, делали, знаете, есть такое выражение «быть и казаться». Вот здесь скорее было казаться, чем быть, то есть они хотели казаться богатыми, поэтому украшали свои дома подделками, то есть подделками как-то, да, они создавали впечатление золота, там, где золота, в общем-то, не было. Ну, суть стиля такова. И ещё один момент, стиль китч – это некий вызов, вызов обществу, нарочитая, такая, знаете, безвкусица, но китч бывает осознанный и бывает неосознанный. Мы с вами постараемся сегодня сделать осознанным. Неосознанный – это тот, о котором я рассказала, то есть когда непонятно что. Вот, знаете, в студии бывает китч, потому что там стоит вообще всё из разных стилей, ну, наша задача – показать, как бы, да, то есть смотришь на полку, а там китч, там вот всё из разных стилей, такой бардак. Вот, но китч от эклектики, вы помните, да, я выступала с эклектикой, было дело, китч, то есть эклектика – это там, где берётся лучшее из других стилей и сочетается на работе. Китч – это скорее, ну, не то чтобы худшее берётся, а вот несочетаемое. Я очень, правда, старалась найти сегодня одежду в гардеробе, чтобы она была несочетаема, но Наташа сказала, что, Лёль, идём как бы в нормальном виде, дабы не шокировать публику, вот, а просто сыграем на том, что твоя оди, твой образ не сочетается с тем, что ты сегодня будешь делать. Ну, в общем-то, в этом и будет китч наш состоять, да? Давайте я покажу, с чем мы будем сегодня работать, что там. Галина говорит, декупаж – это подделка, имитация, так и есть. Правильно, да. И что же это, получается, некая имитация, да? Да, всё правильно, да, всё правильно. И ещё, знаете, ну, основная цель, как бы главная цель сегодняшнего моего выступления состоит в том, чтобы всё-таки вывести вас за определённой границей. Почему? Потому что я столкнулась с тем, что люди боятся показывать, оказывается, свои работы. Первые, там, вторые, какие угодно, они боятся их показывать, потому что считают их некрасивыми, неудачными, ненужными. Или я только начинаю. Или я только начинаю, я боюсь. Мне нечего вам показать, я не делаю, но я не буду показывать, да? Друзья, значит, такая просьба к новичкам, к тем, кто только начинает делать. Не бывает плохих работ. Не бывает, просто не бывает. Ваше творчество – это ваше творчество. Мы можем только по технике подсказать. А так, знаете, я очень много в своей жизни видела всяких разных работ. Для меня плохих работ не существует. Так же, как и для мастеров нашей студии. То есть не бывает некрасивых работ. Мы можем подсказать к технике. По технике, да, мы можем подсказать. Всем привет, приятного вечера. Непонятно, что написано. Ну, пять ях. Мау, какой-то. Непонятно. Вот. Мы можем подсказать по технике. Но, друзья, не бойтесь показывать свое творчество таким же творческим людям, как и вы, пожалуйста. Особенно в закрытом клубе большая просьба. Вот Людмила Корчагина говорит, это я. Я ужасно боюсь. Да, в личку девчонки пишут, когда приглашаем закрытый клуб, говорят, я не буду выставлять. Ребята, да выставляйте, не бойтесь. Вот сегодня вы посмотрите, что я сделаю. И поверьте, ваши работы будут вообще просто потрясающими. На фоне стиля кич, точно, уж на фоне этого стиля точно будут потрясающими. И еще один момент, да, сейчас мы уже начнем делать. Еще один момент. Не сравнивайте, не оценивайте свои работы. Поверьте, найдутся люди, которым эти работы будут просто, они будут великолепны. А мы так вообще всегда оцениваем, всегда поймем и направим, если нужно, в какой-то нужный область. Да? Давайте начинать работу. Что мы будем сегодня с вами делать? Так, мы переключим камеру. На меня. На меня, на меня. Дочь моя была маленькая. Мамочка, на меня, на меня. Итак, что же это такое? Это у нас вот такая вот шкатулочка. Давайте я покажу еще раз ту шкатулочку, которую я сделала заранее. То есть вы видите, да? Но здесь некоторое сочетание все-таки есть. Тут вот елочки. Это вот как бы елочка. Но несмотря на это, елочки у нас барочные. То есть такие вот они красивые. Пониже чуть-чуть. А вот тут вот какие-то непонятные звездочки. Да, вот поближе. Ох! Здесь вот. Такие яркости звезды. Да, да, да. Звезды новогодние. Хоп-пинап, да? Я хотела перевернуть, на самом деле, крышку, чтобы она была наверху. Вот здесь это было вообще... Да, потому что здесь немножко сочетаемо. Красная с красными звездами. Да, да, да. Такие, как Новый год, такие яркости какие-то. Ну, может быть, там, салюты, да? Ну, сегодня мы с вами будем делать вообще другое. Вообще другое, что это будет. Я вам сейчас покажу. Вот такая вот непонятная картиночка. Ну, правда, это новогодняя. Да, в конце вечера, просто я не знаю, что будет в части, но это будет, я думаю, круто. Значит, вот такая вот картиночка. Такая вот минимализм. Давайте так. Веселенько. Веселенько, да, да, да. Это вот черный квадрат будет. Да, да, да. Это картиночка стиля минимализма. У нас здесь одна ромашка на каких-то непонятных досках, что ли, не пойму, да, какая-то... На каком-то черном фоне. Тиро-сиреневая, да, что-то непонятное. Я предлагаю, предлагаю к ней вместе с вами, ну, я уже, в общем-то, решила, что я буду делать, но покажу, что я хотела сделать. Я хотела ее сочетать с вот такой вот картиночкой. Фоном, фоном. Да, фоном на боковушечках должен был быть вот такой. Я решила, что это мобильный городок. А, все, я поняла. Это мобильный городок, оказывается. Опять я. Ах ты, значит, небольшой городок, Пытьях, это небольшой городок в Ханты, в Мансийском автономном округе, Западная Сибирь, боже мой, Люди, мило. Да мы просто просветлились. Обалдеть, такой город есть. Пытьях, обалдеть. Супер. Итак, мы будем сочетать, хотела я сочетать вот с этой картиночкой. Но потом заметила, что все-таки на этой картиночке есть некоторые цвета, которые подходят сюда. А нам нужно, чтобы не подходило. Поэтому, поэтому... Галина уже говорит, уже опасаемся за свой мозг. Поэтому мы с вами возьмем вот такой фон, который совершенно не сочетается с нашей ромашкой. Ну, уже чуть-чуть позитивненько. Да, уже позитивненько. Далее будут моменты, которые, ну, я надеюсь, вам понравятся. Давайте начинать работать. Что мы с вами сделаем? Мы с вами ее, наверное, загрунтуем. Все-таки в один слой. А мы с ним будем? Распечатки достаточно плотные. Точно, что важно? Да, я думаю, не надо. Ну, давайте не будем. Давай, да, потом у нас еще много окрашивания. Это будет преживание, да, да. А давай сразу... Здрасте, здрасте, Маргарита. Ну, давайте тогда сразу будем клеить, да? Распечатки, в принципе, можно клеить. На пустую поверхность это не возбраняется. Кстати, такой момент по поводу распечаток. Был вопрос, не отклеиваются ли распечатки после... Кстати, одеваю. Не отклеиваются ли распечатки после того, как с ними поработаешь. Было дело. Было дело. Знаете, как оно было? Большая распечатка. То есть я до этого, ну, не сталкивалась вот до... С проблемой. Да, до последнего времени не сталкивалась с этой проблемой. И тут столкнулась большая поверхность. И это большая... То есть что получилось? Чесны вот такие большие, там, я не знаю, объемом 40 сантиметров. И посередине вот так пошла волна. Ну, небольшая, небольшой кусочек. Что это? Первое что? Это была трещина в дереве, из которой воздух поднялся, и просто она отклеилась. То есть, смотрите, дерево, оно имеет свойство искривляться, да, со временем. Особенно если это часы, например, они ровные. Ну, скажем, не со временем, а это свежее дерево. Да, свежее дерево, которое не высохшее. Да, то есть оно имеет свойство вот так вот, ну, гнуться, там, выгибаться. Соответственно, коль оно гнется, выгибается, распечатка тоже, как бы, ну, вместе с ним должна, по идее, гнуться, выгибаться. Этого не случается, образуются пузыри, например. Да, если оно согнулось вот так, а тут распечатка, и, естественно, этот пузырь, он как сообразил. Либо была трещина в дереве, либо, очень все просто, недостаток клея. Все, в общем-то, три варианта. Для наклеивания распечатки мы с вами возьмем кисточку синтетическую, как всегда я говорю, да, я работаю только с синтетикой. Что за распечатки у меня? Распечатки у меня на обычной офисной бумаге. Уже наверняка многие-многие из вас знакомы с этими распечатками. Ну, кто впервые слышит, да. Да, кто впервые слышит, сейчас я по нижней кисточку возьму. Вот, кто впервые слышит, значит, распечатка обычная офисная бумага, 80-граммовка, сделана на... Водички мне надо, Наташа. Давай кофе, ну, водички нужно. Я извиняюсь. Вот, сделана на лазерном, обязательно на лазерном принтере. И был такой еще вопрос, что касается принтеров. И, сейчас скажу, и краски в этих принтерах, то есть чернил. Чернила я рекомендую все-таки пигментные. Но нужно пробовать, смотрите, некоторые чернила прям расплываются, некоторые держатся. Пигментные чернила, вот мы пробовали несколько раз, они у нас не расплывались. Некоторые могут расплываться, потому что была обратная связь по интернету. Вконтакте написала девочка, что пигментные чернила, они расплылись у нее. Ну, друзья, здесь нужно пробовать. Я не могу однозначно сказать, что эти да, эти нет. То есть нужно смотреть на ваш принтер, на модель его, на фирму-производитель чернил и так далее, и так далее. Лучше, конечно, на лазерном принтере. Какой клей я использую? Клей у меня ModPodge. Я стараюсь не работать с клеем ПВА. Хотя меня очень долго в это все мероприятие увлекают, потому что он подешевле, и, в общем-то, расходуем мы его много. Ну, а сейчас вот я Наташу Ерохиной клей закончу, а потом посмотрю. А потом посмотрю. Может быть, перейду на ПВА. Давайте клеить. Значит, нашу картиночку я заранее вырезала. Сейчас мы наклеим наверх, или сначала мы... Давайте мы сначала вырежем, знаете что, вырежем вот эти горошки. Да, потому что если мы наклеим, она же будет сохнуть, а мы тогда... Тогда давай крышку в последний момент наклеим, давай сейчас наклеим боковушки, да? Ну, можно так, там разницы нет. Так, у нас, получается, на две части эта шкатулка, да? Получается, нам надо и вверх наклеить или нет? Вверх нам нужно наклеить... Да, мы будем клеить вот так. Целиком, да? Да, да. Хорошо. Точно целиком? Я думаю, мы разрезали. Да? Да, я разрежу, потому что потом провязать будут аж метки потом валяться. Некрасиво будет. Значит, я сначала обрежу вот эту вот беленькую полосочку. Так, опять платье у Лёли красивое. Ирина, спасибо огромное. Вот Лёля недавно сказала, когда изучала этот стиль Кич, она говорит, я очень много, говорит, оказывается, творила в этом стиле. Да, было дело, да-да-да-да. То есть, сами не понимая того, то есть, ну, нравится просто и делается. Да, делается. А в итоге выясняется, а потом, когда начинаешь уже изучать какие-то определенные стили, начинаешь вдоль них двигаться, да? Вообще этот стиль ассоциируется с искусством сентиментальности, какой-то слезливости, может быть, даже. Я на самом деле не совсем понимаю, почему. Ну, как бы тут же крикливость, тут же слезливость, но, в общем-то, а у неё ничего некрасивого нет. Нет, Зоя, спасибо огромное. Спасибо, Зоя, спасибо огромное. Так вот, стиль должен кричать вроде бы как. Смотрите, как я… Вот, кстати говоря, может быть, кому-то будет полезен вот этот момент. Как я вырезаю вообще вот по размеру распечатку? Я просто её кладу на эту сторону, да, которую… И просто её продавливаю. И потом вырезаю, собственно, по продавленному. Так я не ошибусь. То есть я ничего не замеряю, знаете, как, ну, вот иногда замеряю там линеечками. Вот она, смотрите, вот она продавленная, и, в общем-то, я вырезаю по продавленному, и всё получается. Ну, просто, ну, чтобы лишнюю, знаете, не делать там работу. Так вот, по поводу стиля, да, по поводу его слезливости и тут же крикливости. Вообще я вам хочу сказать, что жить в таком стиле – это, ну, как у нас написано, в общем-то, в приглашении, да, что здесь нужно быть очень психологически устойчивым человеком. Почему вдруг, скажи так? Ну, смотрите, представьте себе, вы живёте в… Что там, не нормально? Представьте себе, вы живёте в помещении, в котором, например, синий потолок с яркими жёлтыми звёздами, по периметру потолка при этом какая-нибудь лепнина в стиле барокко, например, да, тут же спускается по стенам какие-нибудь обои в цветочек, например, да, так, это я, наверное, тоже так же сделала, какие-нибудь обои в цветочек, тут же по периметру комнаты стоят каски с пальмами, да, представьте себе пальмы и обои в цветочек, да, тут же на туалетном столике в стиле ракоко у вас стоит индейец с перьями, ну, вот просто представьте себе эту картину, как вы думаете, психологически должен быть устойчив человек? Ну, вот стиль китч, говорят, рождался он как бы как протест против стандартов, как бы он высмеивал стили вот эти, которые предыдущие были, да? Да, да, он был, ну, как бы, знаете, как... Художников, фольклитанов, да, получается? Да, да, вот смотрите, получается, что, ну, вот как в одежде, то есть люди всегда хотят выделяться, правда же, да, вы идёте по улице, вы всё время что-то хотите как-то выделиться из толпы. Здесь то же самое, он был как протест. То есть были определённые стандарты, как нужно оформлять помещение, там, в таком-то стиле, в таком-то. А я, например, не хочу. А я хочу по-другому, я хочу выйти за рамки и выйти за границы. Я буду делать по-другому. И, в общем-то, родился этот стиль, очень долго его не хотели признавать стилем, говорили, что это просто бесвкусица, никому это неинтересно, и, в общем-то, никому это не нужно. Но, несмотря на это, я, по-моему, маленький вывезла, я не маленький вывезла. Ну, я иду, видите. Что-то всё зависло. Алексей, у нас всё в порядке со связью? Мы просто проверить не можем? Должно быть всё хорошо, я проверяю. Ну, хорошо. Так, чтобы они у нас заходили. Просто нужно обновить проничку, если у кого-то что-то. Так вот, что ещё? Ну, смотрите, это, знаете, как можно обозначить, я где-то прочитала, что стиль китч – это игра в антидизайн. Антидизайн. Есть дизайн, а есть антидизайн. Вот это, скорее, второе, то есть. То есть это хулиганская такая выводка, да? Да, да. Вот я хочу вот так, несовместимая, да? А мы всё время своих ещё какое-то время назад учеников говорили, «Да вы что? Это не по-другому!» Это нельзя, да, да. Это нельзя, да, да. Да, да, оказывается, знаете, вот, ну, мой девиз, я не знаю, кто знает, кто не знает – можно всё. В этом мире вообще, в этой жизни можно всё. Всё зависит только от того, ну, от вашего желания. Если вы хотите, вы можете это делать. Поэтому, именно поэтому в клубе царит такая дружественная атмосфера. Мы, то есть, принимаем всякое творчество, каким бы оно ни было. Оно всё потрясающе, потому что в творчестве и рождается, в общем-то, и проявляется человек. Так, это я замерять не буду, так вот подрежем. Прямо правильно. Анетта нам стих прислала. Давай, давай, давай. Снова радостная новость в декупажном мире. В люле с китчевой работой видим мы в эфире. И пускай ругают китч, как все в доискусство. Мастер смело кинул клич за свободу в чувство. Здорово! Анетта! Браво, Анетта! Просто потрясающе! Спасибо вам огромное! Спасибо, друзья, за поддержку. Хотела вам, ну, как бы… Я буду много сегодня всего разного говорить, но заранее хочу, в общем-то, поблагодарить вас за то, что вы с нами. Потому что, ну, невероятная поддержка, невероятная обратная связь, это очень заряжает и, знаете, как мотивирует на какие-то новые дела, на какие-то новые поделки. Ну, и это, в общем-то, проявляет наше творчество. Ваши стихи, ваша обратная связь, то, что вы говорите, то, что вы обязательно, то, что вы делаете. Ведь ваши поделки — это и есть отражение обратной связи, когда человек делает действие. Это и есть самая важная обратная связь. Поэтому мы всегда говорим, делайте работу. Потому что наша задача именно сделать так, чтобы вы именно делали. Действие — это, ну, это уже результат. Галина говорит, теперь на любую критику есть ответ. Работы, стилики. Галина, я вас поздравляю, вы поймали этот момент. Вы первое сообразили, к чему это всё. К чему? Как бы ты сделал неправильно? Это, знаете, моё выступление сегодняшнее, наверное, всё-таки направлено, ну, в первую очередь, конечно же, на разрыв границ, да, на то, чтобы люди понимали, что можно творить всякое, разное. Главное, чтобы это было творчество. И я вам хочу сказать, что стиль кич, вот шкатулочка стояла, в общем-то, в студии, и очень многие люди обращали на неё внимание просто за то, что она очень позитивная. То есть она яркая. Знаете, да, что такое цветотерапия? Вот я бы назвала ещё стиль кич, это некоторая цветотерапия. То есть такое какое-то яркое пятно, да? Да, да. Вот оно может быть серым. Да, да, да. То есть, получается, смешивание на одной работе несколько разных стилей, где есть какая-то вот, получается, яркость. Да, да, да. Так, ну, смотрите, я вырезала. Теперь что мы делаем? Теперь мы с вами отрезаем всё-таки. Я не хочу потом прорезать, да, поэтому мы с вами отрежем. Так, мы отрежем всё-таки вот эту вот штуку и не будем потом прорезать, потому что потом аж метки будут висеть. Вот. А нам они не нужны. Так. Ну и сразу я буду наклеивать, и потом как бы в процессе ещё дальше поговорим про этот стиль. Чтобы наклеить бумагу на, собственно, нашу с вами поверхность, опять же напомню, что поверхность у нас ничем не покрыта. Это чистое дерево. Чтобы наклеить её, нам её нужно размочить, потому что бумага. Лена Якимова сказала, что у нас не подделки, а серьёзные вещи, Ирина говорит. Да, действительно, Ирочка, если я оговорилась, я прошу прощения, у нас действительно серьёзные вещи, но сегодня мы делаем подделку. Сегодня я делаю подделку. Да, 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 да. Нет, это действительно, действительно, вы правы. Конечно же, мы делаем серьёзные штуки, которые потом, в которые мы вкладываем душу, любовь, и, в общем-то, я с вами абсолютно согласна, умничка, Леночка и Ира. Итак, значит, мы размачиваем нашу бумажечку с вами, нашу декупажную карту, можно так её назвать. А для чего мы это делаем? Бумага немножко расходится в стороны, чтобы не было при наклеивании никаких вот морщиночек, мы её размочим предварительно и потом будем клеить. Галина, наша вакула появилась. Галечка, Галя, привет! Говорит, вещи серьёзные, а мы не очень. Молодец, здорово, Галюша. Так, ну и промазываем нашу заготовочку клеем. Галя, я рада, что ты здесь. Промазываем, клеем нашу заготовочку. Клея прям, ну, не жалеете. Ну, не так, что прям много, да, ну, вот смотрите, я прям хорошо покрыла. Посмотри, у меня слово «паразит» прицепилось. Прям-прямо, у меня прям, я всё прямо, видите, делаю в жизни. Смотрите, теперь я беру тряпочку, то есть салфетку, тканевую салфетку и промакиваю то, что я намочила, декупажную бумагу, да, для того, чтобы на ней, ну, с неё водичка не капала, иначе при процессе, вот, ну, когда я буду выгонять клей из-под распечатки, чтобы я всё-таки вместе с водой не выгнала и часть клея, чтобы у меня распечатка, в общем-то, ну, была приклеена. И теперь мы с вами с помощью валика, валик у нас для обоев, обойный валик силиконовый, очень хорошо прокатываем и выгоняем из-под распечатки клей. Ничего там особенно у нас не выгналось, не выгналось из-под распечатки. Я надеюсь, что она высохнет и станет снова яркой. Ну, так она и будет, она будет. Зоя! Зоечка, привет! Ну, я тоже боилась. Зоя говорит, ну, и декупажники, из любой поделки можем сделать серьёзную вещь. Действительно. Далее имя. И всё. И это уже серьёзная вещь. Так, не перепутайте стороны, чтобы у вас совпадали ваши горошки. А-а-а. Чтобы сторона, ну, конечно, чтобы сторона была, в общем-то, цельной, да, скажем так. Тоже её мочим и наклеиваем. Скажи, пожалуйста, а вот если бы мы не делали стиль китч, например, а сделали бы, вот мы берём горохи, что с ними сочетаем? Что бы, если бы это было, ну, то есть не стиль китч, то как бы это было? Ну, ну, смотрите, нужно смотреть всегда на ту основную идею, которую вы хотите отразить вашей поделкой. То есть если у вас идея, например, сделать детский короб для детских фотографий, то вы берёте горошки, делаете боковушечки, например, горошком, сверху клеите мишек, например, да, тоже шварян. Или, например, вот у нас Галя Вакула очень любит горохи сочетать с какими-то этими, как это называется, вот она рисует салфеточками. А, имитацию вуали. Имитация вуали тоже, вот я видела у неё несколько работ по горошку. Во всяком случае, на мастер-классе точно кто-то делал, по горошку рисовали имитацию вуали по оранжевому горошку. Потрясающе просто получилось. То есть, в принципе, декупажная карта, вот эта, да, достаточно популярная. В смысле того, что горохи очень популярны. Сухую салфеточку, да, мне кажется. Здесь тоже выгоняем всё из-под распечатки. Вот, и, в общем-то, вы можете использовать её, ну, как бы, в любом стиле, но, опять же, нужно смотреть на сочетаемость. Если это не стиль кич, то есть, они, как минимум, должны быть в тему. Зачем они там, да? Я клею так, чуть-чуть захожу на верхушечку, потому что у меня здесь скос идёт. У нас папа, опять же, наш делал заготовки, он чуть-чуть зашёл на боковушки. Но это первая заготовка, одна из первых, которая была им сделана размер-размера. Вот как мы ему сказали, так он и сделал. Это был первый вариант такой. Людмила нам пишет, если совпадают горошки, то уже серьёзная вещь. Точно, да, да. Всем привет, девчонки присоединяются. Всем привет. Очень мы рады всех видеть. Добрый вечер. Смотрите, я буду сразу, сразу убирать лишнюю бумагу. Достаточно опасная штука. Очень опасная. Да, в смысле того, что, да, ну, как бы редко у кого... Мало у кого получается на начальных этапах. Но если тренироваться 7 лет, то он обязательно получится. Потому что я недавно решила задекорировать подставки под планшеты, которые Якимова нам привезла. Вот. И решила воспользоваться Люлиным способом, мокрую распечатку, пошкурить. Смотри, я так поняла, что у Люли это очень здорово получается. Не моё, да. Ты пришла к выводу, что это не твоё. Здесь сверху я тоже уберу. У меня же здесь будет тоже распечатка наклеена, чтобы они друг другу не мешали и не заходили друг на друг. Потому что это такая тоже важная штука. Ну, смотрите, чтобы мокрую распечатку, в общем-то, ошкурить и убрать с поверхности. Вот тут я чуть-чуть убрала достаточно, потом по шкуре уже по сухой. Чтобы её убрать с поверхности, нужно просто от, двигаться от, не вдоль, да, не параллельно, а от неё, как бы, ну, перпендикулярно. И тогда ничего у вас не слезет. Ну, и аккуратненько, конечно же, да, там, вот. В общем-то, это очень даже запросто можно сделать. Почему я шкуриваю? Потому что я хочу все стороны наклеить сразу, чтобы не ждать высыхания. Это очень долго, да, каждой стороны. Вот. Мы с вами будем делать сегодня поделку от начала до конца. Вот. Что мне не свойственно, я обычно делаю несколько сторон. Вот. Сегодня мы будем от начала до конца, потому что мне хочется в конце уже показать вам несколько идей. Ну, на мой взгляд, они будут очень полезны, особенно новичкам. Вот. И не новичкам, кстати говоря. я... Ну, короче, в конце все узнаете. Чего вот это я сейчас буду тут, да? Вот. Итак, мы наклеили с вами одну сторону. Вот так вот у нас все сочетаемо. Сейчас все высохнет, и уже будет... Обратите внимание на то, что каждый этап будет делаться до... Как бы... Ну, вот он сейчас уже в том варианте, который можно залакировать, и больше ничего не делать. То есть я все-таки за то, чтобы, знаете как, доводить работу до совершенства, скажем так. Несмотря на то, что я уже пришла к китчу, я все еще... Все еще перфекционист, и мне нравится, когда все везде красиво и опрятненько, да? Клеим в следующую сторону, также ее отрезаем. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас начала... Ну, вот очень часто используешь распечатки. Почему не салфетки? Ну, во-первых, смотрите, на салфетках очень мало, что вы можете выбрать в смысле мотивов. То есть мотивы ограничены. Ну, в горухе можно было выбрать, да? В горухе можно было выбрать, но когда я уезжала сегодня из студии, у нас выключили свет, а у меня на телефоне я не скачала заранее фонарик. Ну, если вам интересна эта история, я, конечно же, ее расскажу. У меня на телефоне я не скачала фонарик, вот, и... А без Wi-Fi мой телефон не работает, соответственно, ну, точнее, интернет. И я не смогла скачать фонарик. Я правда хотела взять горухи и салфетки. И салфетки хотела взять? Да, хотела взять красные горухи и салфетки, в общем-то. Ну, хорошо, что у меня попали зеленые. Я даже там рада, да, что именно зеленые. Мне кажется, что с ними будет работа еще круче. Вообще, стилю китч свойственные яркие цвета, красный, салатовый, то есть кричащий, фиолетовый, яркий, насыщенный. То есть вот такие вот оттенки, которые, ну, знаете, которые вот говорят о том, что я против стандартов, я против того, что человека ограничивают, я за то, чтобы не было ограничений, я за прорыв, я за свободу. Вот. Помните, да, вот эти движения вселенародные? которые бились за свободу. Вот я тоже вью за это. Скажем так. Вот так. Тоже ее мочим и также клеим. Ну, говорят, что, вот смотрите, стиль китч, это, ну, как бы, можно его определить, как бескусица. Да, я говорила об этом вначале, да, что это, да, действительно, это бескусица. То есть такое сочетание, как, ну, не знаю, там, стеклянные бриллианты и бумажные обои, раскрашенные под золото, да, пластиковая мебель и диваны, там, кресла, с ракокочной резьбой, например, да. Ну, то есть это бескусица. Да, да, да. Абсолютно верно. Но, слава Богу, нашлись, я очень рада, что нашлись дизайнеры, которые этот стиль все-таки вывели, скажем так, в стиль и нашли, нашли способы все-таки объединить это все в общую картину. Это, на самом деле, великое искусство, объединить все эти вещи, ну, непонятные, несочетаемые, яркие, кричащие, бьющие в глаза цвета, бьющие в глаза, как они называются? Сейчас, секунду, я соображу, как это все у меня будет. Не, не так. Добрый вечер, девчонки присоединяются к нам, привет, привет всем, мы очень рады всех видеть, всех, кто к нам, всех, кто к нам присоединяется. Заходят, да, здорово. Так, вторая сторона пошла. Что-то мне кажется, что мы сегодня две стороны. Ну, я так смотрю по времени, просто время. А ты хотела еще красить. Да, 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 я хотела еще красить. Ну, нет, четыре стороны наклеим, надо, чтобы цельная картинка была, потому что я буду говорить сегодня именно о тех способах сочетаемости. Эти способы пригодятся всем, потому что, опять же, исходя из опыта и исходя из консультации, которые мы записываем, я могу сказать, что вот эти способы сочетания, это реальная проблема. Реальная проблема людей, когда человек доходит до определенной стадии и потом не понимает, что ему делать с работой дальше. Это вот тот самый вопрос, когда и что мне тут еще добавить, чтобы это стало общей картиной. Вот мы сегодня будем говорить именно про это. Что же мне еще сюда добавить, чтобы это стало общей картиной, несмотря на то, что это стиль китч и как бы не должно сочетаться это все. Татьяна нам говорит, дизайнеры доказали, что вкус – понятие относительное. Вот. Абсолютно согласна. Ирина нам говорит, так можно всякую неудачную работу, особенно первой работы, за китч выставить. Вообще прекрасно, да. Отличный способ. Ну вот говорят, что вот этот стиль китч, он как бы богатые люди, у которых много денег и мало вкуса. Да, да, да. И вот он как бы отражает, получается, вот этот стиль, когда, ну, наверное, были 90-е, все в другом, красные китчаки с золотыми цепями, например. Ну, родился он в Германии, насколько я знаю, этот стиль. А да, в России он, в общем-то, в любой избушке 90-х вы могли бы его наблюдать, потому что, представьте, денег много, девать их некуда, давай покупать дорогие вещи. А тогда же вообще было модно показывать свое богатство на показ. Потому что разрешили по-за советского времени, понимаешь, если оно было все запрещено и строили дома, которые были метр пятьдесят и больше, выше нельзя, то здесь вдруг люди начали как бы строить высокие дома, понимаешь, покупать мебель, которая там... Зачем ты помыла мою сухую тряточку? Верни назад сухую. Я хотела доброе дело. Доброе дело, хорошо, спасибо. Доброе дело у нас сегодня наказуемо. Инициатива наказуемо, как сказала Нила в нашей студии. Я не помню, что-то она предложила. Потом оказалось, что она что-то предложила сделать, а мы говорим, ну давай, делай. Она говорит, я поняла, инициатива наказуемо. Она нам хотела предложить это сделать, а мы на нее этим обратно... Ирина говорит, тогда у меня вообще сплошной крипич одежды. Ирина, ну что вы так... Добрый вечер, плохо, видно, мутно. Девочки, скажите, хорошо ли нас видно? Напишите нам, плюсик хорошо видно, минус плохо видно. Движения тормозят. Ну, это, возможно, проблема еще... С интернетом. С интернетом, да. С подавходом, да. То есть, вроде бы как... Плюсики. Кто-то говорит плюсики, кто-то говорит... Плюсики, то есть, возможно, перезагрузитесь. Возможно, вам нужно перезагрузиться, обновиться, минусики пошли. Нет четкости. Ага, может быть... Ну, у нас... Елена, давайте попробуем обновить вебинарную комнату. Да. Да. Попробуем контрастность. Нет четкости. Ага. Сейчас мы контрастность поправим. Я пока наклею еще две стороны. Да, новая четкость попробовали приподнять, по контрастнее сделать. Елена, Наталья, давайте попробуем обновить вебинарную комнату у вас. Алексей, еще раз скажите, пожалуйста. Давайте попробуем обновить вебинарную комнату. О, давайте, Алексей. То есть, пожалуйста, нажмите. Ага, хорошо. В 5, да? Да, в 5 надо нажать сейчас. Ровно. В 5. Друзья, не переживайте. Я думаю, сейчас мы обновимся и вернемся. Я думаю, просто это немножко шарихинг-аутс. Хорошо. Девчонки, мы перезагрузились. Мы зашли еще раз. Как нас сейчас видно. Так. Алексей, нас видно? Да, вы в эфире. Сейчас фокус, я думаю, подпоймается и станет лучше. Ага, хорошо. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Видно ли нас? Поставьте девяточки. Все пишут, что мутно видно. Ну, значит, девчонки, это интернет, это комната, как бы интернет. Девчонки, мы все, что могли, сделали. Вот. Сделание в фокусе, а в притормаживании. Ага, не помогло. Ну, что, девчонки, все, что могли, мы сделали. Давай попробуем ближе показать. Кому плохо видно горошки. Вот они, горошки наши. И что еще хочу сказать относительно сегодняшней нашей с вами работы. Еще одна цель, которую мы преследуем. Цель в том, что близится Новый год. Правда же, да? Не секрет для декупажниц, что близится Новый год. Мы столкнулись с проблемой, когда нужно делать что-то очень быстро. Ну, например, поступил быстрый заказ. Девчонки, мне нужно сегодня срочно отправить к Новому году. туда-сюда там отправить куда-то там, там то ли в Германию, то ли я уже не помню куда. Вот. Нужно сделать сейчас. Через три часа я приду за этой работой. Например, фотографию там, ну, этого друга, да? Нужно его срочно там как-то куда-то наклеить. Вообще, что хотите, делайте, через три часа мне нужна работа. И мы такие сидим, что делать вообще? Как за три часа сделать? Да, сделать работу, в общем-то. Единственный вариант это сделать, это использовать вот эти техники, то есть наклеивание, да? Первое что? И дополнительный декор как связующие, как связующие способы, чтобы все это воедино соединить, скажем так. То есть это такой, знаете, как маячок для тех, кто хочет сделать быстрые подарки, подарки людям, которые хочется удивить. Ведь на самом же деле, на самом деле, декупаж – это очень простая штука. В смысле того, что декупаж может быть сложным, он может быть замудренным, он может быть с какими-то супер-пупер техниками, но это не значит, что он не может быть простым, правда? То есть если прям вот нужно, смотрите, тут же все зависит от цели. Если вы делаете какую-то работу, вам хочется… Девчонки пишут, все хорошо, все видно, все отлично. Спасибо, девочки, для обратной связи, пишут, лучше стало, лучше лучше. Спасибо, девчонки. Все отлично. Так вот, цель, например, я хочу потворить, мне хочется исследовать какую-то там очередную технику, какую-то новую-новую, да? И вот моя цель такая, да, потворить. Это один вопрос. Но когда вам нужно сделать что-то очень быстро, кого-то удивить, обратите внимание, школьные мероприятия, просто я тоже как бы мама, и мне тоже поступают периодически запросы, что нужно сделать, да, нужно сделать прям вот сейчас, и все, и вот. Поэтому образовалась вот эта проблема, как сделать быстро, так, чтобы прям было все вот, ну, в короткие сжатые сроки, прямо сейчас, сегодня. вот, пожалуйста, вам техника, делайте все подарки ваши будут быстро сделаны. То есть еще один момент, да, который мы сегодня раскроем, это быстрая все-таки, тема быстрых подарков, очень актуальная тема. Особенно сейчас преддвери, да, все девчонки уже, наверное, основные работы максимально постарались сделать, мы надеемся, да? Ну, я сделала, а так получилось, что да. Пришлось их подождать, чуть-чуть в Новый год. Да, да, да. Вот, да, сейчас я вот, да, не скрою, я делаю работу, подарок на Новый год, вот, потому что у меня много кому, что нужно будет дарить, в общем-то, а полки опустились, скажем так, опустили в ближайшие, там, неделю, по-моему, крайнюю. Ну, так получилось, что поделать. Итак, что же еще про стиль давайте с вами поговорим. Касательно, касательно первых работ, вот еще раз, да, и эмоциональной все-таки свободы человека. Вот ты сказала, да, что психологическая устойчивость. Почему? Скажи. Ну, смотрите, вот вы идете по улице, все люди идут, зима, все такие люди идут, например, там, в куртках, в шапках, там, в чем они, да, еще идут, перчатки, рукавицы, и тут такая, смотрите, на остановке стоит девочка в короткой юбке, в босоножках, с голыми ногами, без, без, там, без колготок, да, грубо говоря. Ну, вот как вы думаете, вас это удивит? То есть, это некоторый выход из зоны комфорта, то есть, вы видите одинаковую картину, у всех одинаковый интерьер, там, ну, пусть он не одинаковый, но, по крайней мере, он входит в обычный, да, то есть, есть, например, да, есть некоторые привычки восприятия нами чего-то, да, то есть, у меня привычка воспринимать интерьер вот таким, да, он либо там, очень красивый, роскошный, либо он там, городском, ну, городская обстановка, классика, то есть, да, либо он там, ну, барокко, либо он там, рустик, если баня, то это вообще круто, там, да, или, например, представьте себе, вы приезжаете в баню, а там, ракокошный диван стоит, говорит, я извиняюсь, да, или там еще что-то. Ну, то есть это вот, ну, выход, выход за вот эти границы. И вот этот стиль как раз-таки, почему психологическая устойчивость? Вы постоянно видите, ну, понятно, что вы там какое-то время, через какое-то время привыкнете, но этот стиль, он подразумевает тот факт, почему яркие цвета? Наш глаз, он, ну, не привыкает к ярким цветам. Почему всегда, вот, ну, особенно летом, да, такая яркость на улицах города нашего? Обратите внимание, зимой нам не приходится привыкать к яркости. Мы смотрим, видят, ну, идут люди, все серое, в общем-то. То есть глаз воспринимает натуральные цвета очень даже запросто, то есть это для него знакомое и привычно. А если что-то яркое, салатовое, оранжевое, фиолетовое, да, то глаз такой, что это вообще такое там, да? Вот, и вот такой, ну, просто в бешенстве уберите это отсюда, да? Вот, поэтому психологическая устойчивость, очень много разных цветов, постоянно внимание, опять же, да, теряется, отвлекается и так далее. Поэтому все-таки устойчивость однозначно потребуется. Обратили же внимание, что все наши казенные заведения, школы, больницы, они все стены в этих заведениях окрашиваются в свекло-зеленые цвета, правда же, ну, оттенки там. Так, что ж, Галина нам пишет. Лёля, Наташа, Лена Якимова нам написала в личку, что у неё не палатки, она не может писать в комментарии, но ей очень хочется вам передать привет. Она здесь, с нами, сидит перед компом, любуется Лёлиной работой и тихо балдит. Лена Якимова, привет! Леночка, привет, моя хорошая. Ой, спасибо тебе огромное, что ты с нами сегодня, знайка моя. Я знала, что ты будешь сегодня с нами. Я вообще знала, что вы все будете. Единственное, Мила предупредила, сказала, что её не будет. Сегодня она не может по каким-то причинам. Так вот, про всё-таки психологическую устойчивость, да. Опять же повторюсь, что школы, больницы, там, ну, все общественные заведения, они окрашиваются. Цвет стен, там, интерьер. Обычно такой очень лёгкий, натуральный. Мне ребёнок недавно в машине доказывал, что натуральные оттенки – это серые. И чёрные. Да, 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 она, короче, нет ранее. Нет, нет, нейтральный, что ли. Что ли, да, нейтральный, да. Такая показывает, значит, картину. Чёрное небо. Всяги себе, чёрное небо. Чёрная река. Значит, посередине чёрная ворона, такая еле заметная полоска проглеска света какого-то, светлого, видимо. Видимо, это был самый яркий момент в жизни вороны. Я говорю, дочь, что это? А мы перепугались, мы с Лерой смотрим, думаю, господи, что, депрессия? Что случилось? Что с ребёнком? Ребёнок нейтральный, кто нахуй, кто нахуй, кто нахуй, кто нахуй. Я говорю, дочь, ты могла взять, например, жённую углу? Ну, я не знаю, всё, что там, сиена, опять же, натуральная, это же тоже как бы натуральный цвет, да, как нейтральный. А у неё, значит, нейтральный – это земля, чёрный цвет. Да, у неё, да, ну, как бы учительница, она тоже, особенно, наверное, не подозревает, что мама всё-таки немножко понимает цветах, но важно не это, важно другое, что ребёнок восьми лет думает, что чёрный – это единственный нейтральный цвет, в котором можно рисовать, в котором можно, да, творить. Ну, ладно, нейтральный – это чёрный-белый, в общем-то, да, но там была ворона с красным клювом, то есть, ну, совсем уже нейтральности не пахнет, ну, короче, ладно, в общем. В общем, глаз мой тоже не радовался в этот момент, вот, но я ушла немножко, да, от темы, что касается устойчивости. Так вот, постоянно смотреть на, например, на ярко-жёлтый салатовый цвет, там, на красный цвет – это достаточно трудно. Ну, знаете, был такой… в Англии, кажется, в Англии, вот, не помню, по-моему, в Англии, окрашивали будки, ну, в какое-то время, я уже, честно говоря, не помню, в какое время, когда ещё были телефонные будки, помните, да? Вот, так вот, внутри будок цвет был красный, красные стены, увы, они были там не случайно. Обратили внимание на то, что женщины, заходя в телефонные будки, так как другого вида связи не было, не было ещё сотовых мобильных телефонов, вот, обратили внимание на то, что женщины проводят в этих телефонных будках очень много времени, болтая со своими подружками и так далее. Так вот, они взяли и раскрасили эти будки внутри стены будок, в красный цвет, что сократило пребывание женщины внутри этой будки. Опа! Что там? Всего лишь, да? Всего лишь красный цвет? Да, 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 они окрасили, всё, и женщины перестали там сидеть по два часа и, в общем-то, рассказывать друг другу интересные истории. Обалдеть, такой маленький психологический приём, да? Да, да, окрасили просто, и всё. Так, ну, в общем-то, мы можем клеить сверху тоже нашу картинку. У нас, обратите внимание, что вот мы работаем со всеми сторонами сейчас, они мокрые, да, что позволяет делать вот именно распечатка. То есть они мокрые, всё ещё как бы в клею, всё ещё живое, не сушилось. То есть мы не тратим время на промежуточное, пока сейчас как бы просушено. Да, да, да. То есть мы работаем полностью, пока мы все стороны не сделаем. Потом мы высушим, и, в общем-то, уже можно будет переходить к приёмам, это будет очень классно и интересно. Так, сейчас давайте... Галина переживает, она говорит, Лёля, а вы той стороной прикладываете крышку? Честно, Галина, не имею представления. Но мне хочется верить, что той. Сейчас мы состыкуем здесь горошки. Да, той, всё верно. Ага, горошки состыкуются. Ну вот, смотрите. Вот видите? Вот они, горошечки состыкованы здесь тоже, то есть всё хорошо. Галина говорит, всё, крашу холодильник внутри в красный. Чтобы мы всё не решили, да. У нас находятся. Да, да, да. Открываешь, там красный, быстро закрываешь. Да, да, да. И кухня ещё в красный. Чтобы оттуда можно, чтобы подбегалась. А, это по поводу диеты, Галина. Я сегодня смотрю на себя в кадр. Я немножко похудела, ну, за эти вот дни, несколько там дней было. Ну, буквально чуть-чуть, но несмотря на это, когда я начинаю худеть, у меня худеет очень быстро лицо. И я такая смотрю в камеру, а я всё время хочу похудеть. Я постоянно сижу на каких-то диетах. И в общем смотрю в камеру и такая... Я говорю, Наташа, блин, я похудела вообще. Чего это с лицом? Она вытянула. Это называется «Бойся своих желаний». Всегда думаю о том, что если ты похудеешь, чё с тобой вообще будет? Что-то не поможет. Да, я говорю, не поможет. Вы просто будете глаза закрывать, и я всё с закрытыми глазами закрёдывать в холодильник. Это правда. Так, здесь то же самое. Мочим крышку нашу, да? Мочим нашу крышечку. Точнее, не крышечку. Наташа всё-таки продолжает мочить. Нет, это тряпочка была мокрая. Ладно, хорошо. Так, Наташа злая, я лучше не трогать. Красный увеличивает аппетит. Да, кстати, я про это слышала. Красные тарелки, ну, еда на красных тарелках, если подаётся, то съедаешь больше, чем на белых, чем на синих. Такое тоже я слышала. Не помню, ну, тоже много всего читаю разного, про диеты, всякие разные, да? И, в общем-то, такое тоже слышала. Оксана говорит, я тоже сижу на трёх диетах, с одной просто не надеюсь, а Ольга и пишет, с двумя другими. Мы сидим с той диетой и не надеемся на тех двух. Классно, да. Я сижу на трёх диетах, и поэтому в меню каждый день у меня завтрак из одной диет, завтраки из трёх диет разом. Тоже у меня такое было. Я такая, значит, кремлёвская была диета, потом ещё какая-то белковая. Короче, ну, много всего я ела, короче, на завтрак потом думаю... Не, надо всё-таки выбрать что-нибудь одно, потому что... Три сразу. Не, поможет, поможет. Тут главное это. Оксана говорит, не наедаюсь. На трёх диетах. На трёх диетах не наедать. Так, теперь бы понять, где у нас... А, вот здесь. Всё правильно. Ну, и, в общем-то, наклеиваем, да. Теперь клеим самую черноту. А как ты же будешь края вот здесь... Понятия о ней. Вот этот интересный момент, сейчас мы проверим мастера на... На прочность? На прочность, да. Говорит, будем клеить всё сразу. Да. Интересно. Тот же момент какой. Я вам сейчас открою секрет этот. Смотрите. Значит, вот тут они у меня... Смотрите. Вот тут вот у меня не заходит распечатка на то, что уже наклеено. И вот эту я высушу. Я её сейчас убирать не буду. Я могу, в принципе, и сейчас убрать, но тут поверхность тёмная. Я боюсь, что всё-таки будут какие-то шмёточки там отлетать. Ну вот, поэтому после высыхания мы здесь уже будем шкурить вот так. И тогда у нас будет всё чётко и ясно. Елена нам Поликарпова пишет. Ха! Самая лучшая диета у моего мужа. У него одноразовое питание. Ест с утра до вечера. Один раз. Класс. Очень редко кушает, да? Секлата. Марина спрашивает. А для особо одарённых, кто не умеет так ловко шкуркой пользоваться, что делать с краями? Ножницами обрезать? Нет, смотрите, просушивать каждую сторону. Наклеили сторону, просушили, и потом вот так шкурите просто. Не вот так, как я, да? А вот, ну, горизонтально. И очень даже замечательно у вас всё сошкурится. Просто в рамках вебинара у нас нет времени сушить. А так просто сушите каждую сторону. Поэтому я неделю сидела и тренировалась обрезать распечатки именно так. Шкурить, да? Именно, да, именно так шкурить их, чтобы... Так, ну, сейчас мы, наверное, посушим. Давайте мы выключим. У нас фен здесь. Давай, что Наташа фен нам принесёт. Мы с вами посушим. Так. И будем двигаться дальше. А я просто гардероб обновляю, пишет нам Тая. Чтобы вы не худете, или чтобы худеть, наоборот? Взрыв мозга. Трэш. Фаридар пишет. Так. Ну, смотрите, да, вот что у нас получилось. Нечто странное, да, непонятное, в общем-то. Что это? И что с этим дальше будет? То есть здесь у нас минимализм. Тут у нас какой-то непонятный горошек, не пойми, откуда взявшийся. Но будем что-то с этим делать, наверное. Сейчас будем обыгрывать. Вот Тая обновляет себе гардероб, чтобы не худеть. Вот, пожалуйста. Отличное решение, в общем-то, проблемы тоже. Всё вот это. Так, давайте, сейчас мы выключим немножко это и послушаем. Спасибо. 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 . Горошки. Спасибо. Спасибо. Горошки. Спасибо. 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 Горошки. Спасибо. Горошки. 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 Белые стыки, которые у нас будут образовываться, мы их просто потом будем затемнять в битумах. Да, да, мы их будем затемнять. Конечно, обязательно, конечно. У нас же еще один декоративный элемент. Конечно, у нас, да, да, и так у нас еще один будет. Наташа загадочно говорит, у нас же еще один декоративный элемент. Ну, это действительно было таким интересным решением, на мой взгляд. Я думаю, что вам понравится. И вот она, в общем-то, отходит, распечатка, и уголочек с горошком остается целым, несмотря на то, что... Обалдеть, просто обалдеть. Витозное сочетание одной распечатки, мокрой, с другой, и еще ошкуривание до края. Еще ошкуривание. То есть, вот видите, вот у меня распечатка эта зашла сюда, эта торчала прямо вот над ней. Мы ее убрали, небольшой уголочек у нас, и, в общем-то, все у нас замечательно сошкурилось. Наталья говорит, очень смелое сочетание цветов. Нужно какое-то время, чтобы преодолеть этот некий когнитивный диссонанс. О, Наталья, если бы вы знали, как я делала первую работу, я раз в 20 звонила Еротиной и говорила, Наташа, я этого сделать не смогу. Мне нужно все равно что-то, чтобы что-то с чем-то сочеталось. Меня плющило, я уходила, я ходила в Макдональдс за кофе три раза, чтобы, ну, как-то немножко там... Бодриться, успокоиться, потому что это было для меня, ну, невероятно сложно. Я все время пыталась уйти там куда угодно, да, куда угодно там, шебешить, я не знаю, куда угодно, но только... Помните, как бриллианта в руке? Ты, женщина, мать моих детей, как ты могла подумать? Все, что угодно, но только не это такое. Здесь то же самое, все, что угодно, но только не это вообще. Но, несмотря на это, потом, когда я... Ну, вот эта вот первая работа, да, с елочкой, она все-таки... Некоторые моменты там сочетания есть, хотя бы даже цвета. В этой работе я решила сделать так, чтобы прям совсем было несочетаемо. Ну, во всяком случае, попробую. Что там, все связи? Нет, нет, все сочетаемо. Вот, чтобы прям совсем было несочетаемо, но я надеюсь, что все у нас с вами получится. С вашей помощью. Сейчас будем советоваться с вами, что делать дальше. В общем. Так. Ну, убираем потихонечку, да, вы немножко пошкурили по уголочку. Татьяна говорит, а мне кажется, все в цвет. Ромашка, горошек, черный, он же нейтральный. Очень хорошо. Не, он не черный, он не черный, знаете, он фиолетовый. Фиолетово-черный. Он фиолетово-черный. Ну, так он черный, да. Ну, вот как бы он фиолетовый. Лёля, да, каково, ну, выходить из зоны комфортной, Галина, вакула тебе. О, Галина, это трудно, я вам так скажу. Оксана пишет, а мне нравится. Во, какая у меня устойчивая психика. Вот, отлично, да. Это говорит о том, что у вас все-таки, да, очень... Высокий показатель. Угодозор, да, высокий показатель, высокие эмоции и высокий показатель, да, вот этой психологической вашей устойчивости. А вот, кстати, представьте, вот действительно, каждый девчон, ну, вот тут, кто захочет пройти этот тест и сделать работу так, чтобы... Несочетаемо, чтобы... Чтобы это было несочетаемо, понимаете? Вот на самом деле девчонки, которые годами тренируются в том, чтобы это было... Придерживалось некого стиля, некого стиля, некоторой композиции, чтобы это сходилось, как-то подходило. Вдруг они решают, что это не должно вообще никак сходиться. Есть один очень простой тест, что такое, ну, чтобы проверить себя, насколько вы... Ведь на самом деле вы даже не задумываетесь, насколько вы привыкли быть во вкусе и в стиле. Просто возьмите вот так вот две ручки, вот так сейчас поставьте перед экраном и соедините их вот так. Какой пальчик у вас наверху? У меня вот правый, например, пальчик. А теперь еще раз сделайте так и постарайтесь сделать так, чтобы левый пальчик был наверху. Это труднее, то есть вы задумываетесь над тем, что вы делаете. Так же вы и творите. Это вот психологический тест. Мне недавно просто я была на обучении, мне там показали, что вот так вы... Да, да, вот задание. Просто сделайте вот так, а потом сделайте тоже быстро, но чтобы у вас другой пальчик был наверху. Это на самом деле как раз и говорит о вашей привычке. То есть вы делаете работы все время в привычном для вас стиле. А когда вы выходите за границы, это другое. У меня всегда левый, это плохо. Нет, Таня, это хорошо. Просто попробуйте сделать, чтобы у вас был правый, и вы почувствуете момент дискомфорта. Дискомфортно. Что это, ну, неудобно. Неудобно, да. То есть вы все время делаете так, чтобы был правый, правый, правый. А потом хоп, и левый, и дискомфортно. Итак, мы с вами все зашкурили. Сейчас наша задача с вами подобрать след, каким мы будем. У меня всегда все левое сверху. Прекрасно. Левое наверху. Левое наверху. Слега чему-то левое наверху. Да-да, смотрите, у Наташи правый, да. Итак, что мы с вами дальше будем делать? Давайте мы подберем с вами какой-нибудь цвет, чтобы нам покрасить внутри нашу заготовочку. Но прежде всего мы покроем, наверное, сначала битумом уберем вот эти белесости, и потом покроем лаком. И тогда уже будем думать о том, как окрашивать внутри. Что там? Галина говорит. Сегодня забудьте все, что вы зашили раньше. Нет, мы говорим о том, что не надо забывать, девчонки, но надо как бы выходить за границы, за границы, которые вы уже себе уже добили. У меня вообще первое не получилось наверху. Раз, пять, пробовала, даже как раз старалась. Старалась. Молодцы. Так, давайте с вами возьмем битум. Смотрите, что касается битума. У меня это фирма Ferrario, сейчас, наконец-то, мой любимый битум, мне девчонки привезли. Раньше я пользовалась Маймори, еще раньше я пользовалась, вчера я еще раньше пользовалась. Ну, семьсот какой-то там, восемьдесят третий у тебя там. Да, вот, семьсот восемьдесят третий. Идея была у меня. В общем, неважно какой, неважно какой, но важно, так, что сегодня все так мудно, опять что-то мудно. Это смотрят раньше. Я поняла. Значит, неважно какой, важно, чтобы это был битумный воск. Именно для этой работы. В принципе, ну, можно пользоваться любым другим пачкательным веществом, как я их называю. То есть, например, у Лангаля у нас пользуется медиумом. Это тоже, в общем-то, замечательно. Мне нужна перчатка. Перчатка. Так, я надену перчатку одну. Так. И возьму сухую салфеточку. Сухую салфеточку. И этой салфеточкой мы сейчас наберем с вами немного битума или битумного воска. Я его вот так вот растерла на тарелочке. Такая грязнота у меня получилась. И сейчас я по боковушечкам, по нашим, давайте поближе, вот таким вот образом, чуть-чуть затру вот эти вот наши белые части. Да, что-то начали девчонки писать, опять стало мутно. Но давайте мы перезагрузим. Давайте. Давайте еще раз обновим. Давайте перезагрузим сейчас. Давайте. Так, продолжаем. Ага. Салочка у нас. Так. Вот так вот мы немножко затемнили и убрали наши белесости. Потом, впоследствии, после лакировки, мы немножко пошкурим. И, в общем-то, может быть, даже у нас и уйдет. Но я бы не хотела, чтобы у нас уходила эта винтажность. Это еще один момент, которого, в общем-то, быть здесь не должно, да, винтажности. Но он у нас здесь будет. Хотя мы его делать вовсе даже, ну, не предполагалось его делать. И не должен он здесь быть. Он здесь не особенно нужен. Но все-таки винтажность мы создадим. То есть чуть-чуть мы краешки бумаги подпачкаем. Вот таким вот образом. Смотрите, да? Немножко все-таки запачканное. Запачканный горох. Люля, я даже не сомневалась, что битом будут в этой работе. Да кто бы вообще, я тоже не сомневалась, если честно. У меня он на той работе есть как будто. Смотрите. Люля, дайте внимание, я сильно была огорчена, что ножками я закрыла запачканные углы. То есть вот они, ну, как бы они запачканы, да. Ножки, получается, закрыли вот там вот красоту запачканную, понимаете. Я сильно огорчилась, поэтому, в общем-то, здесь сейчас восполняю вот этот момент некоторого огорчения, да. Чуть-чуть прямо по незалакированной поверхности. Ну, тут нужно аккуратненько, естественно, да, не сделать так, чтобы это у вас было грязно. Вот. Все-таки распечатка у нас незалакирована. Татьяна говорит, со стариной китч. Да, 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 да. Вот. В стиле китч, значит, есть как, опять же, повторюсь, да, как новые ультрамодные работы, так и старинные статуэтки, так и лепнина, так и барокко. Все стили, любой стиль вообще. Прованс, то же самое, то есть все в этом стиле сочетается, точнее, не сочетается все. Это новый слоган. В этом стиле не сочетается все. Знаете как, сочетается все, а у нас будет не сочетается все вообще. Так, ну, вот такой вот у нас получился, да, коробочек верхушечка мы его отделали. И здесь то же самое, мы немножко его подставим. Подставим битуму, опять же. Я использую для старения тканевую салфетку. Ими я работаю очень часто. В последнее время стала работать часто этими кистями, которые, знаете, эти, щетином. Тоже очень даже замечательно, они с битумом дружат. Вот. Битума я наношу немного, чтобы потом не залакировать было его удобно. И ничего потом не отвалилось, да? Вот. Тоже стиль китч. Битум лакируем акриловым. Акриловым лаком, да. Но это скорее не стиль китч, это скорее, скорее наша такая... Это способ жить. Да, да. Тут же вопрос в чем, смотрите, по поводу лакировки, опять же, да, акриловым лаком, воска. Вообще, в принципе, по технологии это, ну, неправильно. Но, с другой стороны, воска здесь немного, он мгновенно впитывается, и, в общем-то, имеет место быть. Вы обратили внимание на то, что мы очень часто выходим за рамки, за рамки вот этих моментов, но только если дело касается небольших заготовок. Если дело касается мебели, там, конечно же, уже нужно делать по технологии, там, в общем-то, от этого не убежишь. Ну, вот так вот у нас получилось. Смотрите, вы можете еще немного поставить вот эти вот части, но это уже будет работа немножко другая. То есть мне все-таки, ну, вот старинное немножко отразило, все, достаточно. У нас еще много с вами всяких разных элементов, которые будут здесь присутствовать, и, в общем-то, чтобы нам не перенасыдить ее, чтобы наш китч не превратился в... Экликтику. Нет, наоборот, подожди, я... Нет! А то девчонки волнуются, говорят, по-моему, экликтика началась. Так, что мы делаем? Сейчас мы с вами лакируем нашу работу, да, для того, чтобы дальнейшие элементы в нее включить. Валентина нам пишет, лебедушки плывут, снова спать нам не дойдут. Нет, мы говорим о том, что, девчонки, не бойтесь, вот так вот, да, не бойтесь творить, будьте смелее в творчестве, да. Да, это же творчество. Знаете, меня мама спрашивает, она очень долго, я ей уговариваюсь таки выйти, ну, на вебинары, я вот этот творческий, ну, не знаю, что, ген, наверное, да, взяла именно от мамы. Она у меня очень творческая, у меня папа тоже, как бы, ну, очень творческий, да, человек, но мама, она прям вот, я сколько себя помню, была маленькая, все время там какие-то у нас общественные там дела, что-то там она кому-то делает все время. Она у меня еще торты какие-то фантастические делала. Да, четырех-пятиэтажные там вообще. То есть творчество было, да? Да, очень много всего было, и, то есть она шьет потрясающе, причем самоучка, она не училась там этому делу, да, швейному. Постоянно у нее какие-то, то есть на... Вот, смотрите, мы залакировали, да, видно на цвет, лакировочку нашу. Вот, и я ее все никак не могу уговорить или, собственно, выйти на вебинары. Она говорит о том, что, Лелька, ну, что я могу показать? Она у меня работает в стиле рустик, знаете, такой стиль, он... Это вот натуральные материалы, да, то есть дерево, всякие листья, палочки там, вот, ну, много-много всего. Она говорит, ну, что вот, я же, что я покажу там? Там, в основном, все там работают, ну, в каких стилях, там, прованс, шебешик, да? Я говорю, мам, ну, какая разница, в каком стиле ты работаешь? Важно же, важна твоя импровизация и твое творчество. И красиво это или некрасиво? Тут только два стандарта. Как ты проявляешься и насколько это красиво. А в каком ты стиле работаешь? Что ты делаешь? Какая разница? Важно, чтобы это проявлялось. Поэтому, когда вы присылаете работы, вообще не бойтесь показывать их. Если там есть ваше творчество, то это уже не может быть, ну, как-то некрасиво там или что-то, да? Так, мы золотировались, сейчас сохнет наша замечательная работа, а я вам расскажу, расскажу про нашу обучающую программу, которую я сегодня для вас подготовила. Значит, немножко предыстории. Очень долго я шла к этой работе, на самом деле, да? Очень много я получила запроса на эту работу. И очень часто я видела, сейчас скажу, границу. Некую границу, когда люди не понимают, как это сделать. Как я увидела эту границу? Когда мне стали, ну, мы какие-то заказы здесь берем, да, там на декорирование мебели и так далее. И когда я приезжаю, и мне человек говорит, Лёль, буквально сегодня даже позвонила Ольга Семеновна, я не знаю, в чате она или нет, и говорит, Лёль, у меня, говорит, этот шкаф стоит, а на шкафе шпон, его можно красить? Она мне спрашивает. Я говорю, Ольга Семеновна, конечно же можно. А она говорит, а чем? И начала мне предлагать варианты. Я понимаю, что люди не знают, как работать со старой мебелью, несмотря на то, что мы постоянно говорим о том, что старую мебель можно и нужно декорировать. И шпон в том числе, то есть вот эту оклеенную советскую мебель, её тоже можно декорировать. Мы сейчас покажем вам. Демонстрацию экрана нужно сделать. Так, что с видео? Она была хуже, сейчас тормозит и мутно. Невозможно смотреть. Сейчас идёт небольшое слайд-шоу от вас, я пытаюсь проверить, но это от вас такая картинка идёт. То есть очень большие паузы. Очень большие паузы? Да, проверьте, пожалуйста, у вас компьютер, с которого ведёт вещание, он чем-то не загружен ли? То есть там какая-то сторонняя программа не выполняется? Или, возможно, кто-то на этом канале, через который вы вещаете, нагружает вам интернет? В плане того, что что-то скачивается или ещё что-то? Хорошо, давайте мы попробуем перезайти. Хорошо? Давайте попробуем, да. Да, давайте. Алло, Алексей? Да, вы снова с нами. Сейчас, я думаю, немножко нужно подождать и что-то наладится. Скажите, как видно, видно ли надпись? Мод почт читается, но пока что не очень в фокусе. Галя нам пишет, мутновато, но вполне всё видно и слышно. Ага. Так. Так, ну мы перезайти. Давай мы покажем, что мы приготовили. Я, да, ещё раз скажу, значит, по поводу того, да, цель. И сейчас мы вам покажем, что было сначала, что было. Мы сейчас сделаем демонстрацию экрана. Конечно. Ну давай, просто, видишь, немножко тормозит всё это. Ну давай, попробуем. Я боюсь, что может, просто... Демонстрацию экрана просто сделаю. Да всё будет хорошо, я думаю. Хорошо, давай. А мы просто покажем, что было, и, в общем-то, потом вы увидите, что с этого получилось за достаточно короткий период времени. Что видно? Не знаю, сейчас попробуем. Вот этот. Так, кондинница. Так, ну и вот сейчас должно быть видно. Так, ребята, видно ли наш столик? Столик, вот смотрите, вот это столик, который... Мы видим весь рабочий стол. Что-что? Мы видим весь ваш рабочий стол на компьютере и фотографию. Весь? А вот так вот, если мы растянем? Вот так рекурсия ушла в вебинарной комнате. Да? Ага. Вот сейчас видно столик, да? Да, но лучше вы, когда запускаете трансляцию экрана, выбираете показать не весь рабочий стол, а конкретное окно. Вконтакте, тогда будет только оно в эфире. Хорошо. Ну вот сейчас столик все видят, да? Да, сейчас столик видно. Видно, да. Вот это столик. Вот этот столик, значит, это кофейный столик, который я нашла в интернете. Он не новый, естественно, старый советский столик, такой вот кофейный, небольшой. Именно вот та работа, которая мне была нужна для того, чтобы в короткие сжатые сроки задекорировать его. И, в общем-то, чтобы работа была небольшой. Это важно, чтобы мы могли вам ее показать. Самое важное в этом столике, первое, это окрашивание, как положить краску на шпон. И второе, опять же, самое важное, как сделать так, чтобы ваша картинка не была наклеена, то есть не было видно стыка окончания картинки, когда она заканчивается бумагой, и дальше начинается уже само полотно. Да, сейчас мы покажем, в общем-то, сам столик. Так, у нас видно, да? Столик на колесах, фото не айс. Ну, Галя, извини, извините. Так, и мы сейчас покажем, что мы задекорировали, как у нас получилось. Давай. Ну, и, в общем-то, вот он сам столик. Столик оформлен в стиле рококо. Я очень люблю этот стиль. В общем-то, работа очень достойная. Самое важное, обратите внимание на то, насколько яркая краска на нем, на то, насколько ровно она лежит. Здесь нет никаких супер-пупер каких-то техник закрепляющих, да, там. Ну, то есть здесь нет никаких материалов, какие бы пришлось бы очень долго искать, очень долго где-то там, ну, как сказать, просто. Это все очень просто. Из того, что есть у вас, из того, что есть в соседнем магазине, где, в общем-то, продаются материалы для, мутно очень, да, материалы для, ну, хостовара, грубо говоря. То есть все эти материалы, они, их можно привезти там. Никаких супер-пупер не нужно инструментов, никаких специальных там пульверизаторов, да, строителей. Да, это был шпон. Это был шпон. Здесь еще один момент. Первое, что мы показываем, как окрасить все-таки до белого состояния, до светлого состояния. Здесь светло-бежевый цвет на поверхности, да. Первое, что мы показываем, как это окрасить. То есть все фишки окрашивания шпона, именно шпона. Как заделать, если там какие-то стыки есть и какие-то вот выщербленки на шпоне, да, как это все закрасить и задекорировать. Далее. Одно из самых важных, один из самых важных моментов, которые на этом столике есть, помимо золочения, помимо там патинирования, помимо декорирования ножек, и, если вы обратили внимание, тут вот замечательно есть балкончик у нас, да. Вот, то есть здесь балкончики, здесь какие-то рельефные. Давайте я его немножко приподниму, он достаточно легкий. Вот, здесь есть вот, вот они, видите, то есть мы немножко его поставили, где-то там, ну, сняли красочку, да, кусочки. То есть, ну, такой ракокошный столик, очень классный. Вот уже его, обратите внимание на лакировку опять же. Картинка, да, ну давай про картинку. А, и картинка, да. То есть, что важно в этом столике, давайте его вот так подержу. Да, вот хотят картинку. Ну, смотрите, значит, картинка вживлена, ее границы вот они. Ой, вот они. Вот я сейчас веду пальчиком по ее границе. Границ не видно, если вы обратили внимание. Не видно границ. В чем, как бы, секрет, да, как вживить картинку вот такую? Просто очень много обращается на шкаф, нужно нанести картинки, а картинки заканчиваются вот они. Не у всех есть возможность сделать картинку о второго формата. А второй формат вживить невозможно, сразу вам скажу. То есть, если это о третий формат картинки, то его возможно нанести на поверхность, чтобы не было видно стыка. Это возможно. И в этом мастер-классе именно этому уделяется очень много времени, очень много информации о том, как же сделать так. Набрать края. Да, чтобы не было видно вот этих краешков. По той простой причине, что это одна из самых важных проблем, с которыми сталкиваются люди при декорировании мебели домашней. Как убрать края картинки? Как нанести краску на шпон, да? Ну и много-много-много другой информации, которую мы здесь раскрываем. Какая краска лучше, да? Как обработать поверхность перед окрашиванием? Ну и много-многое, в общем-то, другое, что в этом мастер-классе раскрывается. Картинки у нас разные здесь, побольше там поменьше, но, в общем-то, это не имеет особенного значения, какого размера у вас будет картинка. В любом случае, даже если она будет во четвертом формате у вас, вы можете ее вот таким вот образом, с помощью этих моментов, вживить на любую поверхность, и не будет видно ее края. Время изготовления этого столика, в общем-то, за два дня можно его запросто сделать. Я имею в виду количество времени на просушку и так далее, то есть все-все-все вместе за два дня можно сделать. Где еще можно использовать подобную технику? Обратите внимание, мы часто делаем какие-то громоздкие большие работы. На этих громоздких больших работах, вот мы берем часы, у нас а четвертая распечатка. Она не влезает в часы. Как ее наклеить? На часы, так, чтобы убрать вот эти вот края от четкой прямоугольной распечатки, которую в любом случае будет видно. То есть эта проблема, на самом деле, очень большая, которая решается с помощью вот этого мастер-класса. Вот картинку нам подсказывает Алексей, что вы можете пройти по баннеру вверху, и там более четко вы рассмотрите картинку столика, как он выглядит, потому что сегодня, видите, вебинарная комната у нас интернет слабоватый, вот, и поэтому смотрите, более четкие картинки, они вот на баннере. Да, 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 по баннеру проходите там. Туда. Видимо, туда. Да, как Лена, я пыталась понять, где баннер, но ей сказали, что нужно показывать налево, значит, там у нас просто зеркальное. Лёня, покажи еще свою куклу. Вот у тебя, сзади тебя стоит кукла. Оооо, да. Так, я что-то еще про столик, подожди, хотела сказать. Ну ладно, давайте покажем куклу, сзади меня она стоит. Ну это вообще... В общем, друзья, я сделала куклу. Я сделала куклу. Вот такую вот девочку мою любимую, моего ангелочка. Так случилось, что появились в моей жизни девочки, которые давно-давно-давно делали в нашей студии куклы и предложили мне сделать куклу. Я, то есть я увидела образы, которые они мне предлагали, я не смогла удержаться. И так случилось, что мы все это записали на камеру. Весь процесс изготовления, весь процесс мастер-класса. То есть в этом процессе вы будете наблюдать, как я, человек, который никогда не видел вообще в лицо пластику, пластику делает эту куклу. Все, то есть ручки, личика я лепила сама. Я все, вот губки, носик, глазки, мы их лепили, мы их красили. Вот эти пальчики, вот эти вот на пальчиках там вот эти вот... Ну, как они называются? Листочки, да. Листочки, да. Все это я лепила сама. Естественно, это не два часа времени. Снимали мы неделю. Снимали мы неделю, да. Процесс долгий. Но, ребята, какой он увлекательный и завлекательный. Здесь, вот в этом изготовлении, есть все, начиная от изготовления, кстати говоря, одежды, чего нет в других мастер-классах, когда продают кукол, не показывают, как делается на них одежда. Мы показываем, как мы сделали одежду. Мы показываем, как мы сделали каркас. Каркас у нее такой вот мягенький, приятненький, обшитый. Все сделано очень путево. Посмотрите, у нас там есть... Я приподниму немножко. Смотрите, у нас там есть вот штанишки, смотрите. У нас есть вот такие потрясающие тапочки. То есть все-все в куколке сделано очень аккуратненько, очень достойно. Она вот в таком вот чеп-чеп-не-чеп-чеп-не-понятно. Она смотрит вдаль. То есть я пыталась создать образ эльфа. И я открою вам секрет. Ушки, ушки у нее тоже эльфика. Ну, там вот уже мы надели, они будут открывать. То есть у нее такие, знаете, ушки эльфика. Такие вот, ну, как бы вверх поднятые, да? И кто хочет попробовать себя в кукле? Да. Вот эта цена, которую мы поставили. Вот, они мастера своего дела, они проводят мастер-классы живые, но они не выступают. И выступать они, ну, не будут, скорее всего, да? Вот. Но я решила, что все-таки может быть процесс обучения, он будет, может быть, даже более полезен, чем процесс, когда это идет от мастера. В общем, друзья, я не знаю, как это будет, но если вам интересно попробовать себя именно в кукле, именно в том, чтобы сделать вот такое потрясающее чудо чудесное, у нас есть еще одна кукла, мы ее не перенесли, там, которую мы изготавливали тоже одновременно со мной. Ну, вот. Есть. Мастера делали, да. Да, мы делали две куклы, да, мы делали две одновременно куклы, то есть, если вам интересен процесс изготовления этой куклы, причем в мастер-классе все рассказывается. Что мы берем, что мы делаем, куда мы идем, как мы лепим и так далее, и так далее. Как запекаем птичку, открываем и так далее. И что самое важное, друзья, цена, та цена, которую мы поставили на этот мастер-класс, опять же повторюсь, просто из-за того, что я не мастер, да, но вот посмотрите, в общем-то, девчонки научили меня делать именно так. То есть, я делаю вывод, что если вы будете его смотреть, то у вас получится тоже все очень потрясающе. И самое важное, я уверена, что получится, потому что у меня получилось. Вот, как бы, это все дело я сама, то есть, лечика. Представьте себе, да, мы покупаем моды на лица, да, мы часто используем лица в каких-то... Ну, ватные игрушки. Да, или ватные игрушки делать. Представьте себе сделать лица самим. То есть, сколько любви и сколько там вот вложено вот в это все. Я даже боюсь к ней прикасаться, я настолько ее люблю, она стоит, как, знаете, я ее делала, а это у меня берегиня моя. То есть, берегиня моего дома. Вот такой маленький эльф, который бережет меня, там, дочку, да, хранительницы, берегиня, то есть, ну, это предназначение женщины, да, беречь. То есть, это вот у меня такая берегиня моя. И, в общем-то, сделать подобную красоту можно за очень доступную цену. Я не знаю, сколько там она стоит, но, ну, очень мало. Как бы просто стоимость таких мастер-классов подобных, она превышает 6-7 тысяч. Вот. А у нас она стоит, поскольку, ну, вот, да, мы делали в процессе, как бы, обучения, снимали это все. И, в общем-то, это не мой профиль, поэтому мы ставим просто, чтобы вам была доступна эта информация. Если вы хотите выйти опять за свои рамки и границы, то, пожалуйста, у вас есть великолепный шанс. Сегодня мы ее впервые представляем. И всю полностью, да, от начала до конца все это мы делаем. Давайте приступать дальше работать. Что у нас, значит, если куколка заинтересовала по баннеру, можно перейти туда. А мы продолжаем с вами создание нашего замечательного стиля кич. Это вам не китайская мордочка из Али. Да, действительно, у нее глазки такие, знаете, там, как продолговатые получились, такие вот как восточное что-то, да, немножко есть. Итак, что же дальше мы делаем с нашей коробочкой? Да не знаю я, что мы дальше с ней будем делать, но знаю точно одно. Нам нужно покрасить с вами фурнитуру. Какую-то часть фурнитуры я покрасила. Это у нас вот такие ножки будут. Я как бы думаю, что они будут уместны. Вот такие вот ножки. Какую-то часть ножек я покрасила в белый цвет. Покажу, как я это делаю. У меня акриловая красочка белая. Должна быть, вот я буквально капельку сюда же где битом был. Немножко вылив. Вот так. И возьму обычную акриловую, обычную синтетическую кисть. Синтетическую кисть. И покрашу прямо по... Ну, как бы ножки я заранее протерла спиртом. Можете не протирать краской, так в общем-то ложится замечательно, прекрасно. То есть у нас краска акриловая фирмы Плейт. Да, это у нас фирма Плейт, она очень хорошо себя ведет, очень хорошо цепляется. Вот, и я так понимаю, ты как-то лаком фиксируешь это? Да, можно лаком зафиксировать акриловую красочку после высыхания. Нанести нужно будет 2-3 слоя, чтобы, ну, если вам нужен именно цвет такой глубокий, да. Вот у меня на ножках, на трех уже 2 слоя есть, сейчас я нанесу. Третий слой, и они будут прям белые-белые. И потом, возможно, прежде чем лакировать их, я немножко проявлю все-таки, их чуть подстарю. Может, не буду, я не знаю еще точно. Мы будем сейчас с вами творить онлайн. Эта идея мне пришла прямо перед вебинаром. Готовила я работу с этим, с елкой. Соответственно, мы сейчас будем с вами онлайн что-то придумывать. Получилась красавица, Женя пишет. Спасибо, Жень, спасибо огромное. Краска не сходит, вы так сама спрашиваете? Нет, держится вообще крепко-накрепко, даже без фиксации лака. Вообще шикарно держится. Ну, вот зеленые ножки, которые у меня на той шкатулочке, я покрыла этой краской. Ну, естественно, с зеленым цветом развела ее. И она уже неделю по рукам бегает, в общем-то, ничего нигде не слезло и не слезет. Но лучше, конечно, зафиксировать одним слоем лака, вообще будет замечательно. Тогда будет держаться вообще хорошо. Тогда можно будет и мыть, в общем-то, водичкой и все. Вот, и все будет держаться. Девочки, можно посмотреть на тело куколки? Есть ли у нее ножки? Ножки у нее только вот... Ножки до коленочка. До коленочка, да. Да, то есть... Тело как набивное такое, да? Да, да, да. Ножки мы делали, то есть пальчики на ножках мы не делали. Пальчики мы делали только на ручках. Ножки у нас под обувь были сделаны. То есть мы решили, что она будет в обуви, естественно, да, и ножки мы ей не делали. То есть пальчиков на ножках нет. Но если вы научитесь делать пальчики на ручках, я вас уверяю, пальчики на ножках с проблемой вообще не будут. То есть это, знаете, это шанс для тех, кто мечтал, но не мог себе позволить. Или мечтал не на 7 тысяч, а мечтал там на тысячу, на полторы, да? Ну, мы сами этот мастер-класс проходили, девчонки, но, чтобы вы знали, цена этого мастер-класса 10 тысяч. Да, мы за него заплатили 10. Да, мы за него заплатили 10. Поэтому почувствуйте разницу. Ну, понятно, что у меня осталась после этого кукла, да, как бы моя. Но вы же как бы собираетесь ее делать, а не просто, да? Дай мне, пожалуйста, фену секунду. Буквально одну секунду я посушу вот эту ножку, чтобы она высохла мне. Хорошо, давай. Я подсушила немножко ножку, чтобы сразу третий слой положить на нее и уже, в общем-то, чтобы дальше двигаться по работе, да? Так. Ну, вот Елена Аверчук написала, Лёля куколка уже себе прикупила, спасибо. Спасибо, Елена. Светлана нам пишет, талантливый человек, талантлив во всем. Светлана, полностью с вами согласна. Когда я смотрела, как Лёля начала лепить лицо, у меня просто волосы дымом, ну, боже, как это можно сделать? И Лёля лепила его очень, очень... Сами мастера говорили, Лёля, ну, у меня таких учеников не было, ты молодец. Ну, я вам хочу сказать, знаете, когда тебя ставят в положение, ну, чтобы не грубить, скажу очень корректно, когда тебя ставят перед выбором, либо ты прыгаешь в реку с обрыва, либо тебя... Ну, короче, пути назад нет. Пути назад нет, деньги заплачены за мастер-класс, надо делать. И я понимаю, что хочу я, не хочу я, я должна это сделать. Плюс были замечательные девчонки, да, собственно, мастера, которые сказали, Лёля, у тебя всё получится, ты просто, вот просто делай, не задумывайся, как ты это сделаешь, просто делай. И вы знаете, я стала просто делать. Всё получилось вообще. Ваша задача – просто делать. Смотрите, я выбрала розовый цвет, зачем-то, не знаю, зачем. Ну, я так понимаю, серединка цветка у нас. Да, может быть, серединка цветка. Елена, Наталья, простите, что перебивают. Я хочу вот этим розовым цветом, вот эти вот части пройти сейчас, и, может быть, вот эту сторону. А может быть, сюда вообще будет наклеена вот эта вот штука. Я пока ещё не знаю, я не определилась, почему. Ну, если бы мы искали бы сочетание. Ну, это если бы мы искали сочетание. Поскольку сочетание мы не ищем, значит, мы сейчас с вами будем вот этот розовый цвет разведём. Значит, Татьяна нам пишет, девочки, как можно попасть в ваш закрытый клуб МК? Я покупала. Татьяна, в закрытый клуб можно попасть, прислав Лёле сегодня, ну, Лёле прислав сообщение с номером покупки, вот, и вас добавят в наш закрытый клуб. Обычно мы ещё после покупки мастер-класса всем присылаем на почту покупателям и приглашаем лично в свой закрытый клуб. То есть многие не знают, как добавиться, и мы как бы делаем рассылку. Но если вы напишите Лёле в личку, это будет самый быстрый способ. Елена у нас спрашивает, Лёля, посоветуйте новичку, какой из мастер-классов по лакировке лучше приобрести? Есть возможность купить только один? Елена, сегодня прекрасное предложение по идеальной финишной лакировке два мастер-класса по одной цене. Да, у нас сегодня часики, и у нас сегодня шкатулочка. А на шкатулочке аж три. Елена, нотарию бы меня услышите, пожалуйста. Алло, Алексей? Вы меня услышите, пожалуйста, я уже третий раз обращаюсь. Давайте попробуем роутер ваш перезагрузить, потому что очень все плохо с картинкой и с изображением. Со звуком все отлично, а вот... Ну давайте, Алексей, что нам делать? Вы нам вышлете ссылку? Нет, ссылка будет прежняя, просто вы сейчас отключитесь на несколько минуток вебинарной комнаты, и у себя роутер перезапустите. А, давайте перезагрузимся, давайте пару минуток, мы тогда перезагружаемся. Да, мы перезагрузимся. Мы здесь побудем, ничего страшного. Я пока, например, расскажу про баннер на чат. О, отлично! Спасибо, Алексей. Итак, друзья, не пугайтесь, не пропадайте, не теряйтесь сейчас, Елена и Наталья вернутся. А я как раз воспользуюсь паузой, расскажу про баннер на чат, который вас давно уже ждет. Я думаю, сейчас у них все с интернетом после перезагрузки роутера наладится, и мы будем продолжать. И, внимание, если у вас баннера на чатах нет, обновляйте страничку, он там обязательно появится, он там уже давно есть. Нажимайте левой кнопкой мыши по нему вместе со мной, и тут вас ждет все самое-самое замечательное и интересное. Во-первых, это новые мастер-классы, и возможность их приобрести не только по специально сниженной цене для нашей конференции, но еще и комплектом, когда цена снижена еще больше. Поэтому вы можете выбрать как отдельно видео-мастер-класс «Финишная лакировка при усложнении декора», «Объемная трофорежка», «Тулка», «Пирожное», или отдельно «Секреты финишной лакировки часы», так и можете выбрать вместе, по сути, по цене одного, оба эти мастер-класса. То есть, если вы спрашивали, какой лучше брать авторский мастер-класс Елены Раевской, вы можете просто взять оба сразу, в принципе, по цене одного. Далее, вас ждут видео-мастер-классы «Декупажек декора у мебели», «Чайный столик», «Версаль». Вот тот самый чайный столик, который показывали на фотографиях и вживую. Он был не очень, может быть, хорошо виден. Вот здесь он на фотографиях очень хорошо виден, поэтому, друзья, пролистайте обязательно. Также вас ждет видео-мастер-класс «16 способов патинирования молдинга». Это еще больше знаний о патинировании, о необычном, сложном патинировании. Есть кнопочка «Подробнее здесь», когда вы увидите, что сюда входит. А, да и, конечно, не забывайте, что сюда входят и подарки. По сути, почти под каждой кнопочкой «Подробнее здесь». Если вы пройдете, вы увидите, что там есть подарок. Подарок практически к каждому видео-мастер-классу. Поэтому обязательно проходите по баннеру, выбирайте. Также вас ждет видео-мастер-класс «Основные способы работы с бедуным воском». Сундук универсальный. Вот секреты создания такого яркого, необычного, сказочного сундука. Видео-мастер-класс «Как создать куклу из запекаемой пластики. Антикмуар с мармеладом». Пусть вас не пугает столь интригующее название. Это все равно очень интересно, очень нужно, очень полный, очень большой мастер-класс. И в нем, вот вы видите, что начиная от разборов материалов, заканчивая креплением на подставке, созданием костюма, креплением частей тела и даже правильным приклеиванием ресничек. И подарок, подарок тоже здесь есть. Это поднос для кухни «Вишенка». Вы можете ознакомиться с отзывами. Тут очень много, они очень всегда информативные. И, естественно, запись сегодняшнего выступления Елены Раевской, она тоже здесь для вас есть. И вы меня, естественно, спросите, Алексей, а как же, как же выбрать то, что хочется, то, что нужно? Все очень просто. Выбирайте тот интересный вам видео-мастер-класс, который вас заинтересовал. Нажимайте кнопочку «Подробнее здесь», чтобы внимательнее ознакомиться с тем, что для вас предложено. И после этого, после того, как вы выбрали то, что вам нужно, нажимаете оранжевую кнопку «Оформить заказ». После этого вас переведет на страничку, где вы можете убедиться в том, что это действительно тот вариант, который вы выбрали. В данном случае я выбрал комплект «Финишная лакировка при усложнении декора» и «Секреты финишной лакировки». И нужно вписать всего ничего, только свои данные, то есть ваше имя, то, как к вам обращаться, адрес электронной почты и номер телефона. Если вы живете не в Российской Федерации, то, пожалуйста, вводите номер телефона в международном формате, чтобы наши менеджеры, наши специалисты могли с вами, если понадобится, только в том случае, если понадобится, могли с вами связаться. И после этого, после того, как проверить, что правильно все ввели, нажимаете кнопочку «Оформить заказ». Далее вас переведет на страничку с вариантами оплаты, где есть уже готовые самые разные, а также есть кнопочка «Все способы», где этих вариантов еще и еще больше. И, соответственно, вы можете выбрать удобнее для вас. Если вдруг нет удобного для вас сразу варианта оплаты, то просто доходите до этой странички, запоминайте почту, на которую оформили заказ, и номер его этого заказа. Вы уже тем самым закрепляете за собой в мастер-классе цену, на которую действует скидка специальная, и просто подождите, в течение двух суток с вами свяжется наш специалист, наш менеджер, обязательно вам поможет, расскажет, подскажет, и вы получите свои мастер-классы в самые сжатые сроки. Также точно любые вопросы по поводу сроков оплаты, формы оплаты, валютных операций, еще чего-либо, решаются всегда легко и в индивидуальном порядке. Поэтому, друзья, проходите по баннеру, он там для вас есть, он там вас ждет, там много-много-много всего самого интересного, всего самого замечательного, творческого, и проходите по баннеру, он вас опять-таки ждет. А я вижу, что тем временем Елена Равинская снова подключилась к нам. Давайте мы проверим, проверим, как все замечательно должно быть. Мы снова, Алексей, мы появились, спасибо большое, Алексей, что вы рассказали и нам позволили перезагрузиться. Ну вот мы перезагрузились, ребят, но мы смотрели, что в вебинарной комнате все равно даже Алексея мутновато видно, но, девчонки, это не зависит от нас, это все интернет, позвольте этому тоже быть, это интернет-обучение, такое может быть. Итак, ну смотрите, я уже часть шкатулочки покрасила, чтобы нам с вами времени много не терять, да? Вот обратите внимание, что у нас получается. Вот такое у нас будет странное сочетание, ярко-розового, похожего на внутреннюю часть цветочка, вот такой цвет у нас получился, кричащий, яркий. Докрашиваю я сейчас вот эту вот часть. Ну и внутри, не знаю, если сегодня хватит времени на внутреннюю часть, мы, конечно же, ее покрасим. Теперь, что касается сочетаемости, да, сочетания. Мы вот эти вот части сейчас я докрашу, мы их высушим буквально одну, полминутки, да, чтобы мы могли закрыть шкатулку все-таки. Я вам покажу вот эти вот, собственно, приемы, да, относительно сочетания, но и фишку, которую мы придумали, на эту шкатулочку, в общем-то, сделать. Так, потому что мне нужен фен. Я совсем темная стала. Это контрастность, наверное, да, добрая? Да. Мы выключим сейчас звук на секунду. Да, можно, в общем-то, не выключать, добавь просто... Я умираю. Я умираю. Так, ну, смотрите, что у нас получается. Как я сделала этот цвет, давайте немножко, а то я не сказала. Значит, цвет у нас сделан с помощью розовой темной краски, с помощью сиены натуральной и белого цвета. По краскам немножечко давайте информации. Что с красками? Лучше не красить чистой ладогой, то есть все-таки ее нужно чем-то разводить, ну, например, я развожу плейдом по той простой причине, что потом очень трудно ее лакировать. Лак по ней скатывается, по какой-то неясной для нас причине, пока мы еще не поняли. Но строительный лак, которым мы пользуемся, а пользуемся мы сайр-лаком, альтернатива ему кива, лак кива. Можно использовать капворол, можно использовать диумс, любой строительный лак, который вы можете позволить себе купить. Но мы все-таки рекомендуем покупать лаки, цена которых там 500-600 рублей плюс за литр. По той простой причине, что если он дешевле, он, ну, качество его может вас не удовлетворить. Мы пользуемся сайр-лаком, потому что какое-то время назад мы на него перешли и, в общем-то, поняли, что он очень хорошо создает как раз-таки такую вот хорошую гладкую пленку, с которой впоследствии, опять же, можно работать, в отличие от, например, яхтного лака с пленкой, которого работать невозможно. Вот как она легла, так она и лежит, и ничего ты с ней, собственно, не сделаешь. Здесь с ней можно продолжать работать, и ничего, в общем-то, никаких препятствий для дальнейшего творчества нет. Что касается ладоги, краски ладога и сочетания стайр-лака с краской ладога, почему-то не сочетается, они не дружат. Наверное, они поссорились и мириться не хотят. Так мы подумали. И поэтому мы стараемся чистой ладогой не пользоваться. Может быть, если у вас какой-то другой лак, может быть, у вас все получится, и все будет классно и здорово. Что мы делаем дальше? Вот у нас вот такая вот получилась непонятная работа с какой-то розовым наполнением. Обратите внимание, в общем-то, цвета друг к другу не подходят. Это не одна цветовая гамма, они все разные. То есть винтажная работа, тут же кричащая яркая внутренняя часть, непонятно к чему бы и что бы, причем ставить мы ее не будем, скорее всего, внутри. Как же все-таки соединить это все мероприятие, да? Давай мы посмотрим. Девчонки, нас видно, слышно? Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, что сейчас прямой эфир идет, вы нас видите и слышите. Ну, пока нам будут ставить. Да, давайте, пока нам будут ставить, давайте продолжать. Итак, как же нам все-таки соединить? Ну, мы придумали такую вот штуку, да, видно нас все хорошо. Спасибо, Светлана. Спасибо, девочки. Спасибо, да, еще одна Светлана. Светлана, пошли, загадывай желание. Хочу похудеть на 3 килограмма к Новому году за полмесяца. Как думаете, смогу, не смогу? Итак, что у нас здесь? Смотрите, я вырезала из... Вот такие вот есть прям такие, знаете, палочки длинные, продаются они, слышим, но видим, плохо. Оно, извините, что-то даст связи. Такие вот длинные, как плинтус, или как их там по-другому называются, такие вот, как их еще можно назвать? Обналичка, да? Обналичка, да, возможно. Они такие вот маленькие, они такие вот тоненькие. Их можно даже там ножовочкой попилить. Я их пилила сама, потом краешки сошкурила, и, в общем-то, они у меня получились такие вот аккуратненькие, классные. Я вырезала их под размер шкатулочки. Давайте поближе посмотрим. Вот они, собственно, вот он. Нача здесь вот так. Под толочный плинтус, Светлана. Да, вот отлично, да, спасибо, Светлана. Они фанерные или деревянные? Они фанера, да, да, фанера. Вот такая вот у нас рамочка получилась. То есть цветочек, да, то есть цветочек у нас оказался внутри рамочки, которую мы сейчас с вами будем окрашивать, а потом приклеивать. В какой цвет мы будем ее окрашивать? Я предлагаю взять два цвета, например, розовый и белый. Либо мы сделаем это, например, будут два розовых, два белых, либо мы будем на одном использовать два цвета просто. Например, нижний розовый, верхний белый. Давайте, наверное, так и сделаем, да. Все-таки мы как-то хотим сочетать все-таки. Все-таки все равно нас прет на сочетание, да, что поделать. Ну, смотрите, тут вопрос в чем? Мы можем их и салатовыми сделать, в общем-то. Тут, да, вот Рейка Галя подсказывает. Вот. Девочки, как не дружат, что происходит? А они скатываются. Ирина, вот Ирине, отвечая на вопрос, что значит не дружат, да. Что значит не дружат? Ирина спрашивает. Девочки, как не дружат лак с ладогой, с айрлак? Что происходит? Лак по ладоге начинает скатываться. Итак, давайте окрашивать. Ну, давайте все-таки возьмем розовый. Розовую окантовочку мы сделаем с вами. И потом мы сделаем с вами белый верх. Знаете, логичнее было бы сначала сделать белый верх. Так было бы удобнее, я думаю. Мы так, наверное, и сделаем. Потому что потом белый верх мне будет очень трудно окрашивать, чтобы не задеть розовый цвет. А розовый цвет будет проще положить по белому. Вот так вот. Вот так вот будет у нас, да, окантовочка. Здесь сейчас мы сделаем белый, делаем кисточку, кисточку. И сделаем белый верх. Тот же вопрос сейчас, это тоже не сочетается. Не думайте, что мы тут это, сочетаем что-то. Это то, что мы делаем, оно на самом деле, в общем-то, представьте, у нас будут барочные ножки, да, рельефные. Горошек на боках. Горошек на боках. Из кантри стиля. Минимализм, да, минимализм на верхушке. То есть здесь как бы много-много всего интересного. Да, надо было сначала белый. Ладно, я другой возьму. Здесь просто краска не высохла. Лучше белый сначала нанести сверху, потому что сбоку потом удобнее положить. Чтобы не задеть белый, нежели потом белый положить и не задеть розовый. Белым цветом, белой красочкой окрашиваем верхнюю часть. Не знаю, что делаю, но что-то делаю, правда. Сейчас идет чистая импровизация. Да, больше кисточку. Да нет, достаточно. Так. Что касается сочетаемости, друзья. Когда вы не знаете, что сделать на работе дальше, да, чтобы объединить. Открою вам небольшой такой приемчик, которым я пользуюсь. Что самое важное? Что самое важное? В работе должно быть что-то одно, которое все собирает воедино. Ну, например, почему мы пользуемся битумом, да? Когда мы хотим поставить работу, битум у нас идет практически крайним этапом. И мы битумом как бы соединяем. Опять же, набрызг. Набрызг – это есть способ соединения. Битум – это есть способ соединения. Какой-то определенный цвет один, который присутствует и на крышке, и на… Так, Наташа, что-то мы много красим с тобой. А, ну, правильно, все, да. Я лишнее там покрасила. Я покажу, красишь. Вот. Это способ соединения, скажем так, да. И сейчас вот мы с вами с помощью двух цветов, то есть у нас на работе, получается, будет раз, давайте считать с вами, сиреневый цвет, темно-сиреневый, раз, розовый, два, белый, три, зеленый, четыре, четыре цвета на работе, да. И чтобы их все соединить, то есть мы пользуемся вот такими приемами, мы добавляем элементы, отдельные элементы с этими цветами, вот и все, в общем-то. И у нас получается и замечательный стиль кич, когда у нас картинки из разных стилей сочетаются на одной работе. И, в общем-то, мы, как сказать, я помните, вначале говорила, что все-таки есть неосознанный кич, когда все непонятно чего и непонятно где, вот, и все это абсолютно безвкусно и некрасиво. И есть осознанный, созданный дизайнерами кич, вот, залезть старейчик, можно деревянную фоторампу, отличная идея Форида, действительно деревянную рамочку, она может быть меньше, может быть больше, опять же, все зависит от вашей заготовки. Не, Наташа, здесь я сама, это недокрасно. Так, сейчас вот тут немножко, видишь, недокрасно. Вот, это может быть, опять же, что я говорила, с таким умным, слышишь, видом начала говорить, я такая вообще, что-то сейчас расскажу вам, такое умное, и забыла, что я хотела сказать. А, по поводу речек, да, по поводу этих, то есть любой элемент, это может быть все, что угодно, деревянная рамочка, это может быть просто фурнитура сверху, которую вы прикрепите, да, что еще можно там прилепить. Кстати говоря, я собиралась вообще стразы, вот на ту, которая у меня с елочкой, я собираюсь вообще стразы прикрепить вот сюда, смотрите, вот тут вот у меня идут елочка, а от нее идут такие вот, как звездочки. И, в общем-то, там у меня будут стразы, то есть здесь ничего не мешает проявлять свое творчество, как вы его видите, да, перебарщивать, опять же, в некоторых случаях, да, ну, в некотором смысле, да, лишнее чего-то там. Лишнего здесь ничего не будет. Лишнего здесь ничего не будет. Обязательно должен быть какой-то один цвет, который будет это все соединять в любом случае, да, ну, или какая-то серия цветов, которые будут дополнять друг друга. Так, сейчас я помолчу буквально минуту, чтобы прокрасить вот эти вот наши замечательные речки. Я очень люблю заморачиваться с подрисовкой, если вы обратили внимание, особенно на вебинарах, почему-то вот меня, я как-то не могу без этого. По поводу разведения цветов я говорила, да, какие цвета я использовала? Ну, тут я немножко промахиваюсь, я потом, конечно, подделаю это все. Ну, вот такое, смотрите, вот так это будет выглядеть. Я там чуть промахнулась, но я подкорректирую потом. Так, чат молчит. Чат молчит, нас плохо видно. Или нас хорошо видно, расскажите, пожалуйста, нам, какие есть предложения. По поводу стиля кичи еще раз давайте с вами проговорим, да, что он из себя представляет и где его можно использовать. Наташа уже говорила, что когда я стала его делать, в общем-то, я подумала, первая мысль у меня была, когда я начала творить, я все делала в стиле кич. Очень плохо, но просим прощения, такой интернет, надеемся, что информация, которая доносится звуком, будет, да, будет полезной. Итак, я творила в стиле кич, но опять же повторюсь, что есть определенные приемы, которые работают не только в этом стиле. Ну, например, давайте с вами возьмем пример какого-нибудь стиля и что его может объединить. Например, вы делаете досочку с петушкой, не, давайте не досочку, досочка слишком, ну, так, наверное, просто все-таки. Давайте там, если читаться, что-то должно. Ну, например, шкатулка с, ну, вот как мы сегодня делаем, шкатулка с крышечкой. Что вы соединили? Например, крышечка у вас, как у нас сегодня там, на крышке наклеена лаванда у вас, крышка светлая. А, например, низ у вас, например, зеленый или коричневый, да, какой-нибудь. Как это соединить? Все равно будет разность некоторая. То есть, если одно одного цвета, другое другого цвета, как соединить? Давайте с вами сейчас вместе как бы приемы проговорим эти. Первое, что это, естественно, набрызг. Набрызг используется очень часто в стиле кантри. Галя Вакула его очень любит, набрызг, да. Дальше, что? Битум. Битум или медиум, то есть старение, да. Вот, смотрите, как раз так получается. Вот, битум или старение. Ирина спрашивает, неужели никто не читает чат? Мы прекрасно видим, Ирина, что девчонки нам отвечают на то, что плохо видно. Это проблемы, не связанные с теми, которые мы можем решить. Вот, девчонки, это интернет, вы поймите. Вещание идет через интернет, интернет-обучение. Вот, поэтому интернет – это вещь капризная. Хочет показывает, хочет нет. Вот, поэтому, девчонки, ну, все, что возможно, и организаторы, и мы, все, что возможно, мы уже сделали, ребят. Да, поэтому, ну, постарайтесь, как бы, понять это положение вещей и не расстраиваться. Да. Итак, да, по поводу интернета, друзья, ну, да, может быть, записи будет лучше видно. Вот, но мы все-таки в онлайн-режиме любим общаться. Поэтому давайте все-таки, а может быть, в чате просто поактивнее хотя бы с вами поболтаем, раз уж у вас там плохо какая-то картиночка идет, в тот момент, когда идет плохо картиночка, задавайте вопросы. У меня сейчас есть возможность, пока я прокрашиваю, мне просто нужно обязательно сегодня докрасить вот эти части, чтобы вы увидели вот этот соединяющий момент. Что еще соединяющего? Мы с вами проговорили наброск, битум, давайте с вами возьмем цвет, который тоже будет соединять, да, цвет, который есть на картинке, например, на боковушечке, и цвет, который есть на картинке наверху, на крышке. Что еще может быть? Это может быть фурнитура, которая соединяет, правда же? То есть вы, например, делаете ножки одного цвета и наверху прикрепляете фурнитуру тоже такого же цвета. Давайте сейчас мы уложим, как это будет выглядеть. Так. Полосатик такой. Так сказать, примеримся, да? Но обратите внимание, да, несмотря на то, что ничего друг с другом не сочетается. Вот Тая пишет, у меня видео подвисает, но все-таки видно все. То есть, девчонки, все-таки это скорость интернета, она у всех разная, у кого-то она получше, у кого-то похуже, и, конечно, сама площадка, вполне возможно, что-то какие-то идут работы, поэтому такое бывает, девчонки. Так вот, да, у нас получился такой некий полосатик, некая строгость. Строгость, да, ага, строгость у нас сочетается с зеленым горошком из кантри или из детской сказки какой-то, да? Вот. Этот зеленый горошек у нас еще, ко всему прочему, затемнен битумом, то есть, он у нас задекорирован под винтаж, что там, плюс у нас очень яркие идут полосатые элементы, плюс у нас минимализм ромашка идет из минимализма, и плюс у нас сейчас с вами будут еще белые красивые ножки. Ножки вообще из другого стиля, который совершенно нельзя сюда прилепить. Это у нас барокко, которого здесь быть не должно, но оно здесь будет. Вот. И как вот мы сейчас все это соберем и как это будет выглядеть, я думаю, что это будет круто. Во всяком случае, вы теперь будете знать, что любая работа, которая выглядит естественно и гармонично, неважно, какие техники вы там применяете. Как мне сказала мама, Лёлька, ну я же не профессионал, я не знаю всяких ваших этих стилей. Я говорю, мама, когда человек в творчестве, ему не нужно быть там. Понятно, что профессионализм, он ценится, он важен, он нужен, но даже если не так, то ну какая разница, господи, это твоё творчество, ты же зачем это делаешь, на кого, в первую очередь для себя. Друзья, вы не задумывались над тем, зачем вам нужно творчество вообще? Да, я уже не раз задаю этот вопрос, но как ни странно, у нас нет четкого видения, зачем. Я недавно нашла ответ на этот вопрос, я сейчас его озвучу очень даже легко и просто. Творчество мне нужно для того, чтобы я получала вдохновение. Обратите внимание на то, что после того, как вы сделаете какую-то работу, или в процессе того, или перед тем, как вы собираетесь её сделать, обратите внимание на своё душевное состояние, обратите внимание на то, на каком подъёме находятся ваши мысли, ваши дела, как вы всё делаете быстро, 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 лишь бы быстрее добраться и что-то сделать. Просто обратите на это внимание, когда будете творить или входить в это творчество. Именно для этого мне нужно творчество, что когда мы творим, друзья, мы заряжаемся, и есть прямая связь, это абсолютно, это уже доказано, в общем-то, наукой, что есть прямая связь между вдохновением и возможностью. То есть человек без вдохновения не получает возможности. Возможность имеется в виду на работе что-то сделать, да, полезное. Или решить какую-то проблему, или заплатить кредит, или заработать денег, или там много-много всяких разных возможностей у нас есть в этой жизни, да, исполнять мечты, там много всего. Так вот, без вдохновения это невозможно, это доказано научно. Когда у человека есть вдохновение, у него появляется возможность, он бежит на работу, он делает там замечательные какие-то штуки, вещи, да, он работает классно, начальник это видит, на каком вдохновении он работает, как он рвётся и так далее, да, какие он результаты делает. Естественно, от этого и зависят результаты его каких-то там финансового состояния и так далее. То есть, друзья, вы загораетесь и даёте себе возможность вашим творчеством. Поэтому, пожалуйста, делайте работы, пусть они у вас, материалы не пылятся на полках. Важно делать. Просто начните, и у вас всё получится. Я подкорректировала мои боковочки. Сейчас мы буквально минутку их подсушим. Да, ну, дождите. Чтобы они не разлетелись. Так, ну, смотрите, вот такая картиночка у нас получилась. Вот эти вот боковочки мы, наверное, розовым сделаем всё-таки. Я думала, думала, каким сделать, сделаем розовым. Вот. Про творчество прочитала в чате, да, что творчество наше, всё творчество. Просто смотрите, ну, когда я задаю этот вопрос, да, вот мы часто в закрытом клубе там обсуждаем, о том, что времени не достаёт там и так далее. Друзья, ну, просто такой как бы, в общем, если плохо, вот Лена Зеленина там писала у нас в закрытом клубе, что вот настроение неплохо, туда-сюда, я там посоветую принять горячий душ, если настроение плохое и так далее. В творчество всё-таки человек заходит и из таких состояний тоже, например, депрессия там или что-то. Как только вы погружаетесь в творчество, всё уходит. А отсутствие депрессии – это показатель качества, хорошего качества жизни. Просто не забывайте про это и, в общем-то, действуйте в соответствии с этим. Итак, давайте же мы приклеим наши верхушечки сейчас и, собственно, сделаем ещё один главный элемент, который у нас остался, чтобы уже завершить нашу замечательную с вами работу. Да что ж так вот не достаёт? Так. Не вижу, что в чате пишут. У нас картинка, но... Ольга пишет нам, жаль, у лебедей всегда встречи в качестве видео и звука проходили нормально. Говорит, что сейчас параллельно проходят конференции, качества хорошие идут, то есть, что, возможно, проблема именно в камере. Ольга, ну что, будем решать? Так. Вот так мы её приклеили. Клею я на обычный клей. Значит, смотрите, ну, совет такой, покупайте, если вы покупаете, вот у меня гель момент, значит, если вы покупаете, слушай, может нам поставить камеру вот ту включить? Вот эту? Да. Ну давай попробуем, сейчас попробуем переключаться на другую. Да, давай попробуем камеру другую включить. Сейчас мы попробуем переключить на другую камеру. Насколько интересно лучше будет показать. Вот так лучше видно, друзья? Вот интересно, вот так лучше? Сейчас очень важно, чтобы вы написали, лучше ли видно. Да, обратную связь напишите, пожалуйста, чтобы мы понимаем. Нам надо вот так тогда, вот так. Ну вот так, да, ну хотя бы так. Если лучше будет, то почему нет? Абсолютно согласна оправдании лени, когда человек не хочет творить или там что-то, да. Творчество – это, да, стимулятор, вот Татьяна пишет. Друзья, напишите, пожалуйста, лучше видно, вот, если на этой камере. Потому что если на той камере плохо видно, а на другой, то должно быть так же. То есть, ребята, ну это не камера, вы поймите, ребята, так же видно, все так же видно. Ребята, это не камера, это интернет, поэтому, ну, что делать? Не в камере дело, в интернете все правильно, все верно. Так, я приклеила нашу верхушечку, да, прикручивать. Я думаю, что мы не будем, но мы, как минимум, поставим ее на ноги. Это самый важный момент в нашем сегодняшнем, да, мастер-классе, когда вот такая вот коробочка, которая была совершенно, абсолютно несочетаема, становится, в общем-то, сочетаема и плюс ко всему прочему… Вот она, смотрите, какая становится интересная. И она становится необычной, обратите внимание, то есть она не похожа на обычную декупажную работу. То есть эти полоски, эти белые ножки, не затемненные на фоне затемненного основания, да, то есть все необычно в этой работе. И внутреннее, естественно, наполнение тоже необычно. Ну, внутри тут я еще белым вот эту часть прокрашу. То есть она необычная. Например, ворочные ножки, тут минимализм, здесь какие-то вообще полоски спортивные. То есть, ну, обратите внимание, что вот, ну, непонятность, да, некоторая есть. Но несмотря на это, дно тоже можно сделать, в общем-то, таким же розовым. Мы дно не прокрашивали, вот. Речь зоворачивает, Татьяна пишет. Вот, дно мы не прокрашивали, дно можно сделать таким же ярким или, например, белым. Это, ну, как бы, неважно. Дальше, что здесь еще можно придумать такого, чтобы прям было вау. Ну, первое, что, естественно, вы можете сделать, поработать с ромашкой внутри. Например, сделать вот эту вот часть ромашки, клеем ее, обработать клеем и посыпать мелким-мелким бисером розовым. Знаете, вот этот микробисер есть такой. Вот если вот здесь вот вы еще микробисер сделаете, то вообще будет супер. Вот здесь на ромашечке, смотрите, в центре ромашки сделать микробисер. И вообще будет круто. Естественно, все это нужно покрыть лаком, прикрутить ножки и так далее, и так далее. Необычная. Работа необычная. Она странная и выходит за рамки, за пределы привычного. И полосатость, и белые ножки, вот они. И горошек, то есть непонятная, но, несмотря на это, достаточно гармоничная. Я думаю, что у нас сегодня получилось. Как думаете, получилось? Наверное, кажется, что да, кичит, кичит. Получилась шкатулочка, очень нравится. Здорово. Здорово. Вот, вот прекрасненько. То есть мы с вами сегодня, давайте еще раз закрепим, да, материал. Вторую поставлю. Мы с вами сегодня обсудили и проговорили набрыск тоже, прекрасный вариант, набрыск тоже сюда можно сделать. В общем-то, он будет не лишним. Мы с вами сегодня проговорили и обсудили такую важную тему, как стиль кич. И такую важную тему, как выход за границы. Для меня, например, очень, очень, этот стиль был открытием, как и эклектика. То есть стили, которые выходят за границы привычного, это всегда интересно, это всегда новое творчество, это всегда импровизация. Открывается самая важная энергия импровизации. Когда открывается импровизация, уходит депрессия, уходят всякие ваши там внутренние эмоциональные вот эти вот стеночки, да, вы преодолеваете и выходите за границы ваших каких-то проблем и видений, да. Что мы сегодня еще с вами узнали? Мы с вами сегодня узнали несколько способов сочетания объединения и гармонии работы. Как сделать работу гармоничной, какие есть способы объединения нескольких совершенно разных элементов в единое целое, да. Такие способы, как набрыски, такие способы, как затемнение, старение, сошкуривание. Скажете, не способ? Способ, конечно же, обратите внимание, когда вы разные распечатки клеите, а потом ошкуриваете все углы, это же соединение, правда же? Ох, пугает меня это слово, заграница, что там, что там. Там все прекрасно, Татьяна, там открываются новые горизонты, новые возможности, опять же, которые вы с помощью вдохновения преодолеете обязательно. Марина пишет, что китч – это низкопробная массовая продукция, отличающаяся обычной формой и примитивным содержанием, рассчитанная на невзыскательный вкус и моду. Марина, да, это одно из видений, и есть еще такое видение в интернете, если вы, ну, читаете про него и нашли, значит, что китч еще, этот стиль встречался в домах очень богатых людей, которые хотели, ну, выделываться перед своими, скажем так, знакомыми, друзьями, родственниками и заставляли очень дорогими вещами, привезенными из-за границы, заставляли свой дом этими вещами, совершенно не понимая, подходят ли они по стилю дизайна или не подходят. Да, это направление в искусстве, Наталья, он перерос туда, да. Вот, итак, друзья, материал мы с вами закрепили, давайте сегодня перейдем сейчас с вами к обучающим программам. Сколько у нас по 10 лет, ну, отлично, уложились как раз во время, это мы потом прикрутим. Так, и перейдем к обучающим программам. Ну, первое, что это, конечно же, давай, наверное, со столика начнем или что-то другое. Давай сундучки посмотрим, да, в столике. Давайте сундучки, давай, да, давайте сундучки тогда посмотрим, сундучки у нас здесь. Витум. Витум наш любимый, да, сейчас я его достану, секунду. Да, кстати, есть такое слово, Галина, он пишет, кичица, но я не знаю, правда, насколько оно к стилю, подходит к этому, вот, ну, наверное, наверное, что-то общее между ними есть, да. Ну, вот мой любимый Витум приплыл, да, приплыл, приехал. В Россию, в Россию. Да, причем я все работы увожу домой, кроме этих, а точнее не домой, а в студию, кроме этих, они стоят у меня дома, не уезжают, я их не отдаю, потому что я вообще, в принципе, не планирую в студию отдавать. Вот, значит, эти работы сделаны из дуба. Первое, что, да, самое важное, это заготовочки из дуба. Что же мы раскрываем в этом мастер-классе? Готовили мы к мастер-классу, мастер-класс снимали по вот этому вот сундучку, который более светлый. У меня просто, ну, как бы я когда делаю работу, да, прежде чем снимать по ней обучающую программу, она проходит некоторое тестирование и такой, знаете, мониторинг, то есть нравится, не нравится, что не нравится, если что-то не нравится, что изменить, в какую сторону. И, в общем-то, этот сундучок показался желтоват, поэтому мы сделали такой вариант более светлый. И более темный, загрязненный, это уже мой вариант, такой вот прям грязненький-грязненький. Да, здесь всё более светлое, более позитивное и всё-таки в новогоднем ключе, поскольку у нас близится Новый год. Но здесь есть ещё одна такая штука интересная. Всё-таки мы его хотели сделать более светлым, потому что чем светлее работа, тем больше она, в общем-то, нравится. Да, то есть декупажницы всё-таки у нас светлые люди, всё-таки у нас позитивные люди, и нечего мне сказали темнить, поэтому я перестала темнить и сделала её более светлой. Что здесь важного, красивого, интересного вы можете узнать? В этой работе отражены 7 лет моего изучения такого замечательного материала, как битумный воск. Я не помню, мы здесь другие какие-то, да, пробовали, нет, кроме воска битумного, что-то было, только битумный воск. Нет, битумный воск, просто в разными способами принимали. Значит, способов нанесения битумного воска здесь, не помню, 5 или 6, да? То есть 5 или 6 инструментов, которые использовались для нанесения этого материала. Почему мы сделали этот шаг, скажем так, да, зачем мы это сняли? Потому что я столкнулась на мастер-классах с тем, что я даю человеку салфетку тканевую в руки, чтобы он наносил воск, а он говорит, я не умею, я наношу кистью. А как кистью нанести, например, да, у нас в мастер-классах особенно и не показывалось. Как нанести там другим способом, да, другим инструментом? Какие вообще существуют инструменты нанесения этого материала на поверхность? То есть это всё отражено в этом мастер-классе. Добрый вечер, любовь, вы как раз вовремя. Что ещё здесь очень интересного есть? Ну, первое, что создание объёма без текстурной пасты. То есть вот эти ремни, они сделаны без применения текстурной пасты. Текстурную пасту нанести на такую округлую поверхность невозможно ровно. Придётся много-много шкурить. Мы придумали способ сделать это без текстурной пасты. То есть здесь нет текстурной пасты, очень простой материал. Мы сделали ремни, сделали в этих ремнях дырки, получились такие вот как ремни. Здесь можно их, в принципе, ещё сделать кожными, тоже вариант, да. То есть этот способ, такого объёма, можно использовать на баночках, на всяких разных круглых шкатулочках, когда вам нужен какой-то простой элемент, например, сердечко, кружочек, квадратик, те же самые ремешки, или просто вам нужен объём какая-то, знаете, как рамочка на округлой поверхности, объёмом сделать это неудобно и невозможно ровно, чтобы это было. Мы придумали способ и сделали это ровно. Далее. Здесь три этапа, на котором вы можете остановиться. Не все любят грязные работы. То есть сильно загрязнённые, да, сильно состаренные. Не все любят. У нас три этапа состаривания этой работы. Первый этап – очень светлый. Ну, Наташе он нравится больше всех. Она сказала, я бы оставила так, дальше бы не пошла. Когда мы пошли дальше, Наташа на втором этапе сказала, ну, тоже ничего, но первый вариант мне нравился больше. Когда мы дошли до третьего этапа, Наташе он тоже понравился, и, возможно, она бы хотела иметь в себе в доме такой сундучок. На что я ей сказала, извини, первый вариант не сохранился, этот сундучок я тебе уже не подарю. Нечего было вот этого мне рассказано. Итак, значит, мы специально разделили мастер-класс. Он у нас разделён на этапы. Я проговариваю. Друзья, на этом мы заканчиваем первый этап. После этого можете залакировать, а можете пойти со мной дальше. То есть здесь три этапа состаривания. Всё, что я знала про битум, изучала 7 лет, как его наносить, как его растушёвывать, на какую поверхность, с помощью каких материалов, как его убирать, если промахнулись, как его убирать, если там много нанесли, что с ним вообще делать. Внутреннюю темноту мы тоже в этом мастер-классе сделали. Это отличает этот мастер-класс от наших прошлых. Мы обычно не показываем внутреннее наполнение. То есть как составить внутри вот так вот аккуратно, чтобы нигде ничего не вылазило, никаких пятен. Внутри тоже мы делаем там несколько этапов. То есть в мастер-классе вся информация относительно этого материала, которую я смогла как бы понять, изучить за 7 лет работы. Цена, по-моему, сегодня очень даже хорошая на него. Поскольку скоро Новый год, естественно, эту технику вы можете использовать не только на новогодних работах, любая работа, где будет присутствовать битумный воск, пожалуйста, для изучения. А, еще один очень важный момент. Мы здесь с вами еще с объемами работаем. Как нанести битум тенью объема? Как сделать его тенью объема и при этом кусок битума сюда не наложить, чтобы это было прям пятно? То есть мы сделали легкую тень над объемом. Здесь тоже самое, обратите внимание. Под объемом тень. Битум по всей поверхности не видно, что он там это. Ну, плюс у меня, глянь, я его замокировала, что я не могу показать объем. Отсвечивает. Вот. То есть вот он, пожалуйста, да. Вот он битум. То есть он идет легкой тенью. И, в общем-то, действительно похож на такой вот состаренный, старинный сундучок интересный. Вот он какой интересный. У нас здесь новогодние гномики. Ну, в общем-то, здесь может быть любая картинка, любой объем. Здесь может быть написано «Любимая мамочка в день рождения» и, собственно, фотография мамочки. То есть любой, пожалуйста, вариант для себя вы выбираете. Очень маленькое количество материалов использовано для этой работы. Битум, краска и распечатка, больше ничего, да. Время изготовления этой работы. Ну, смотрите, если увлекаться битумом, как увлекает семья, то можно и неделю делать. А если сделать, например, первый-второй вариант, то и за день можно справиться. Я же просто здесь начала там это. Меня не остановите, когда берут там в руки кисть с битумом, меня, в общем-то, не остановите. Это наша первая обучающая программа. Уже вторая, да. Мы сегодня показывали. А, мы сегодня показывали уже две. Но сейчас мы еще раз про них поговорим. Значит, это одна из наших обучающих программ. Проходите по баннеру, смотрите подробности. Я, может быть, не все сказала. Может быть, там еще какая-то информация есть по этому мастер-классу. Смотрите, читайте. Для покупки нужно вам пройти по баннеру. Какие у нас еще сегодня обучающие? Я сейчас, ну, давай покажем, которое выгодное у нас предложение. О, да, лакировка. Именно два мастер-класса по одной цене. Кто хочет понять все азы по лакировке. Так. Ну, смотрите, у нас вот такая вот замечательная есть коробочка. Коробочка. Пирожное я ее назвала. Я специально взяла пирожное для того, чтобы... Во-первых, салфетка очень популярная. Ну, и такая, знаете, она родная, такая близкая, такая. Очень часто встречается в работах. Вот, и поэтому мы ее использовали на этой коробочке. Что здесь? Первое, что лакировка, естественно, гладкой поверхности. Лакировка, естественно, обратите внимание на лакировку, она как, ну, вот, на цвет, если вы видите, то есть, идеальный лак, как фабричный, да, идет. Лакировка идет не только по ровной поверхности и простой, лакировка идет по сложной поверхности, по, как это, по трафарету. Обратите внимание, все очень ровненько и никуда ничего не затекло. Это второй вариант, то есть, у нас идет, смотрите, она как стекло прям отражается, да, вот так особенно хорошо видно. Вот так вот, если я поверну, то видно мои бусики будет. Вот, видите, как в зеркальце вот там, видно бусики, да, мои? Вот. Здесь первое, что на гладкой поверхности, это первый способ. Далее у нас идет на сложной поверхности, это трафареты. Лакировка на простой поверхности с одного шага, это будут у нас часы, они идут в дополнение, мы, к сожалению, не успели привезти, они в студии. А, не дополнение, это второй мастер-класс. И лакировка по высокому трафарету, друзья, то есть, как залакировать так, чтобы это выглядел, то есть, такой вот высокий элемент, высокий объем, как его залакировать, чтобы он выглядел, как вот, ну, фабричная лакировка, да, вот такая. Обратите внимание, нигде ни одного подтека, все ровненько, все четко и очень красиво это выглядит, обтекаемо и очень красиво. То есть, это три способа нанесения лака на поверхность. Мастер-класс нужен любой декупажнице, декупажнику, которые занимаются этим видом творчества. По той простой причине, что лак – это тот материал, который наносится абсолютно на любую работу. Доброго вечера, Танзеля. Вы присоединяйтесь как раз вовремя, перематывайте в начало. Итак, лак у нас ложится по любой поверхности, лакируются все работы без исключения практически, ну, кроме там, возможно, там, я не знаю, ватных игрушек, да, возможно, ватные игрушки не лакируются, но там поверхность у нас все-таки не шкатулка. Ну, я думаю, что любая декупажница приходит к тому моменту, что она хочет, чтобы ее работа была идеальной. Конечно. Идеальной, и задается вопросом, как же сделать так, чтобы получилась работа, которую можно было бы, например, продать. Не просто, как бы, ну, там, порадовать близким, да, а выставить на продажу. Вот, и это мастер-класс для тех, кто хочет именно расти и достичь мастерства. Да, здесь в двух мастер-классах собрана, получается, вот прям вся информация с разных сторон, с разных. Если в первом мастер-классе часы, это финишная лакировка с одного слоя, с одного слоя лака, то вот здесь пирожное, из-за того, что был объем, показано, да, вот объемный трафарет, здесь уже идет лакировка пять слоев, потому что именно объемный трафарет. И вот, как бы, разные способы лакировки из-за способа декорирования. Насколько у вас по-разному вы декорируете. То есть я считаю, что это прям полное такое собрание мощнейшее. Собрание, да, у нас сегодня несколько собраний, что по битому, что по лакировке. То есть прям такие мощные мастер-классы, где конкретно отражены не сами работы, а конкретно техники и материалы. То есть я уже очень хотела эти мастер-классы, я уже приобрела Ира Ивановна. Да, очень замечательно, что вы их приобрели, потому что информации там действительно очень много. именно как собрание сочинений, знаете, такие вот книги бывают, или коллекция дисков, да, вот вы собираете. То есть в этих двух мастер-классах, даже в трех, то есть два мастер-класса по идеальной лакировке и один мастер-класс по, глянь, мокрые пальцы у меня, вот, надекупажилось, скажем так, да. Так вот, по битому то же самое. То есть это прям такие вот комплексы информации по конкретно, по техникам, по этим. То есть прям вот такое собрание, собрание очень мощное. Мастер-классы идут, что по лакировке, что по битум, да. А что у нас еще? Куколку давай еще раз покажем. Да, давай покажем куколку нашу. Куколку нашу, фейску нашу. Вот она какая красавица. Кто хочет себя попробовать. Вот она какая девочка. Она вся у нас не влазит в кадр, вот. Вся в кадр. Не, ну почему, можем большую камеру включить, будет она вся в кадр. Давай. Давай увеличим большую камеру, чтобы показать. Я хорошо выгляжу. Она, значит, зовут ее. Пока у нее такое, ну, как бы, не имя, а обозначение. Она у меня береги, она бережет наш дом. Это такой маленький эльфик. У нее ушки сделаны в форме эльфа. Кстати говоря, ушки я тоже любила сама. Значит, история этого мастер-класса такова, что появились в моей жизни девочки, которые делают таких кукол. Делали когда-то в нашей студии мастер-классы живые, проводили. И тут они случайно появляются в нашей жизни, приносят, значит, коллекцию своих кукол. И я очень сильно загорелась, на что мне Наташа сказала, Ле, у нас нет времени, никаких кукол. Я говорю, хорошо, тогда давай запишем. Но я очень хочу ее сделать. И, в общем, мы приняли решение записать процесс моего обучения на пленочку. Мастер-класс очень большой, там более пяти часов. Из-за того, что представляете, сколько деталей нужно было показать. То есть на лице, на ручках, на одежде. То есть очень большой, громоздкий. Значит, что хочу сказать. Я никогда не лепила, естественно, лиц. Тем более пальчиком. Я когда увидела, что мне нужно сделать ручкой, сказала, девочки, вы что, это вообще не про меня. Вот эта малюбокусенькая работа. То есть сразу могу сказать, что делать больших кукол гораздо проще, чем маленьких. Маленькие куклы – это очень маленькие, мелкие детали. То есть там пальчики, мизинчики, все это с рисочками, все это там. Вот, ну, как бы проработана каждая деталька. Показано все, начиная от того, как мы делаем, собственно, само лицо, как мы раскрашиваем глазки, носик, ротик, как мы делаем для личика фон вот этот, да, тон кожи придаем, да, ему. Как мы делаем ручки, как мы это все запекаем, как запечь голову так, чтобы она у вас, то есть масса не треснула, потому что это очень важно. Вы делаете там день лепить лицо, тратите 12 часов, бывает несколько дней, если вы ей образ делаете, да, своей кукле. И тут бах, ее в плеч поставили, она у вас треснула. Ну, то есть все вот это вот рассказано в мастер-классе подробно. Мастер там не я, там два других совершенно мастера, которые не выступают. Как мы их не просили, они не хотят. Ну, не получается у них физически по времени выходить на вебинар, они проводят живые мастер-классы. Очень большая загруженность. Мы с ними как бы заключили такой договор, что я все-таки с этой куколкой, вот именно момент моего обучения, это все будет заснято и, в общем-то, будет предложено. Цену мы тоже согласовали, мы очень долго их уговаривали, они просили все-таки, что девчонки там туда-сюда. Я говорю, ну, девчонки, ну, это все-таки обучение. И так много людей хотят куклу попробовать, но не могут себе это позволить, потому что там цены, я извиняюсь, 7 тысяч там или 8, да. И тот факт, что я выступаю не мастером, дает мне право все-таки предложить эту куклу по очень доступной цене для тех людей, кто может попробовать. Сразу говорю, я не мастер по куклам, я их не делаю. И я в этом мастер-классе их обучалась делать эту куклу. У меня все получилось, материал очень доступный, легкий, живой. Был вопрос, нужна ли швейная машинка, да, какая-то часть сделана на швейной машинке, но это очень просто сделать руками, то есть большую часть девчонки делали руками. Да, тело полностью, да, все руками делали, тело у нее мягкое, ножки тоже у нее из пластики, тут у нее штанишки такие интересные, тоже она вот в таких панталончиках у меня. Показано все, кстати говоря, обычно не делают одежду для кукол, не делают на камеру, то есть в мастер-классе этого нет. А у нас все показано, и одежда, и личико, и волосики, и вот эта вот шляпка такая прикольная у нее, да, вот так вот мы ее покрутим, то есть как сделать волосы, да, как сделать вот эти ручечки. А штаны как естественно сделать. Штаны, в основном, да. То есть они именно примяты, вот это все показано, как это сделать, то есть чтобы они были естественно, ткань была вот какой-то вот на рукавах, то есть она не полом стоит, а именно вот как бы загнута, это вот эти нюансы, и волосы тоже как крепит, то есть все, все, все. Там еще мы очень много говорим про образы кукол, да, какой образ создать, то есть в общем-то кукольные такие вот, ну как ярмарки, не ярмарки, я не знаю, это такая вот штука сейчас очень модная, популярная. Ну, ты знаешь, каждая декупажница приходит к такому моменту, когда она занимается очень долго декупажем, что она хочет попробовать еще какое-то творчество смежное, вот еще что-то где-то, и очень многие пробуют и куклы, и цветы, и еще где-то, и потом это применяют в декупаже, да. Да, да, ну смотрите, тот же момент какой, я на кукле собственно училась работать с запекаемой пластикой, потом очень замечательно применила это в своем творчестве в декупажном, потому что у меня был очень сильный, была очень сильная граница, я не хотела пользоваться запекаемой пластикой, я боялась ее запекать, я боялась из нее что-то делать, в принципе, это было для меня что-то неизвестное, непонятное, поэтому я как-то так отгородилась, мне это не нужно, я не хочу этим. Как только я сделала куклу, у меня открылась эта граница, я сразу начала это все применять в декупаже, то есть это некий, опять же, преодоление неких границ, тем более, что, повторюсь, таких предложений, в общем-то, на рынке куколь нам мало, практически нет, то есть стоимость мастер-класса сделать куклу очень высокая, более 7 тысяч, вот такую авторскую куклу с лицом, все я делала сама, вы увидите, это все в процессе, как бы в съемке, да, я первый раз в руках держала вообще, в принципе, а инструменты минимум вообще. Два инструмента мне потребовалось, чтобы сделать вот это лицо, то есть это не нужно вам покупать там супер-мега какие-то инструменты для пластики, пожалуйста, не тратить деньги свои, вот, не нужно там никаких супер-мега инструментов, ни слова, ну, то есть не нужно, правда, смотрите, я использую два инструмента, вы увидите, какие это инструменты, и вы поймете, что, ну, это совершенно не нужно, если вам говорят там, что нужно какие-то немыслимые деньги на то, чтобы там работать с пластикой, это неправда. У меня два инструмента, их вот так хватает выше крыши. Значит, что касается лица, что касается лица и как его делать, да, то же самое, просто нужно вот, ну, взять, говорить, слушать, что тебе говорят там люди, которые тебя обучают, и, в общем-то, его просто делать, у вас все получится обязательно. Я жду ваши куголки в чате, да, а что у нас, еще какие-то обучающие программы, да? Ну, на сегодня тогда все, да, мы заканчиваем. Я благодарю вас за сегодняшний вечер, он был очень информативный, он был очень легкий и позитивный, жаль, что со связью такие вот штуки у нас сегодня происходили. Почти ничего не увидела, пишет Татьяна, девочки, спасибо большое, почти ничего не увидела, мало что слышала, надеюсь, записи будет возможность посмотреть в хорошем качестве, вы классные, спасибо огромное, Татьяна. Я тоже надеюсь, что в записи будет все гораздо более круче, чем на мастер-классе, вот. Ну, что поделать, это интернет, это связь, никуда не денешься. Благодарю вас еще раз за сегодняшний вечер, я получила большое удовольствие от нового, от изучения нового стиля, от работы с ним, от вашего теплого приема, от вашего участия. Спасибо вам огромное, что вы у меня есть. Я передаю слово Алексею. Спасибо вам, Елена. Обязательно, думаю, мы со связью все исправим. И на следующем вечере снова будем радоваться. А по секрету для наших участников я скажу, что нас с Еленой Раевской ждет новая встреча уже совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok